И привет, друзья! С вами Light, Steel и Эллиот. Сегодня понедельник, а значит это 1-8-я плей-оффа турнира Lineage 2 Classic. Привет, Эллиот, привет, Steel. Добрый вечер всем! Добрый вечер, друзья! Как говорит нам HyperX, we are all gamers. Ну что, приступим? Да, это правда. Всего 16 команд осталось на турнире, принимают участие из 82-х 16 сильнейших. Мы уже определили, осталось узнать, кто же самые лучшие из этих 16-ти. Это мы выясним в течение ближайших четырех дней. Сегодня у нас 1-8-я, первый раунд сетки венеров. Все команды сыграют друг с другом из-за изменений. Да, у нас все бои плей-оффа будут проходить на арене Баюма, куда, собственно, мы уже и направились, да. Думаю, Light, тебе пора сюда прилететь. Будем смотреть за ней. Это, я думаю, добавит немножко зрелищности и разнообразия боям, в отличие от Колизея. Это, наверное, чуть-чуть побольше. На ней есть столбы. Чуть-чуть подальше можно побегать. Это будет интересно. Кроме того, все бои и плей-офф будут проходить в формате Best of Five, то есть до трех побед. Тридически возможны. У нас всякие там 3-2, а может и 3-0. Посмотрим, чем закончатся бои. Ну, знаешь, что еще интересно? Я смотрел тренировки команд, и довольно немногие команды, когда тренировались, использовали столбы. Я надеюсь, что сегодня будут они использованы по максимуму, потому что за ними можно довольно неплохо откайтить, чего мы, к сожалению, не видели на тренировках. Действительно, довольно редко это происходило. Я лично когда проводил тренировки на этой арене, наблюдал, что в основном команды все-таки шли, знаешь, такие ярость в глазах и ломать друг другу лица только вперед. Лишь редкие пытались как-то откайтить к столбам и воспользоваться этим преимуществом. Но тут не тренировки, тут уже плей-офф, ставки выше. Я думаю, что будут прибегать ко всем возможным хитростям, чтобы победить. Да, я уже здесь. На тему столбов, конечно, это всегда интересно, потому что возможность пережить какой-то урон, отбегать в какой-то неприятный дебаф, да и вообще откатить пати УД, что актуально в данных реалиях, потому что у некоторых много танков, а у некоторых этих танков чуть меньше, потому что они играют через других ДД. Ну, посмотрим, как это будет все реализовано. Эллиот, что у нас сегодня? Есть какой-нибудь розыгрыш? Да, у нас сегодня вновь викторин для наших зрителей, поэтому присаживайтесь поудобнее и готовьтесь, планируйте, прогнозируйте. Сегодня у вас есть возможность выиграть опять две шапки и 10 промокодов на две недели подписки VNH2 Classic. Шапки мы сегодня разыгрываем. Это поисковая каска и венец шторма. Чтобы принять участие, заходите, сейчас ссылочку в чатик еще разок закину, да, в тему с анонсом сегодняшнего игрового дня. И принимайте участие в вопросе. У вас есть час, чтобы подумать, прикинуть, посмотреть на команды и ответить на вопрос, сколько же персонажей класса мастер-стихий пройдут сегодня во второй раунд. То есть выиграются в противостоянии. Небольшая подсказка, всего у нас в плей-офф осталось 10 коневодов в 7 разных командах. Тут уж смотрите, думайте, собственно, в темке все составы есть, все в ваших руках. Среди тех, кто правильно ответит, мы и разыграем наши сегодняшние призы. Ну, кстати, касаемо коневодов и танков, как сказал Лайт буквально только-только, как вы думаете, вот некий баланс из коней и танков, он может победить, чисто в теории, на турнире? Ну, вот каковы, как вы думаете, каковы шансы, вот если именно прийти к балансу? Потому что, как мы видим, большая часть команд использует либо трех танков, либо двух коней, и только некоторые команды пытаются совместить одна с другим. Я буквально, по-моему, вчера общался с Инстинктом на тему вообще сетапов, да и вообще в целом этого турнира, он как раз довольно долго размышлял на тему сетапа танки, коней и как это друг сочетается. И он пришел к определенному наблюдению, что один сетап вполне себе контрит другой, а другой сетап контрит третий сетап. Поэтому здесь нет такого стандартного сетапа, который побеждает всех. Все будет зависеть от того, как ребята подают к исполнению на своих персонажах. Ну, если смотреть конкретно на эту арену, логового боюма, то есть 14 этаж той, то здесь пространство чуть побольше. Это как бы полка о двух концах. Это, во-первых, дает возможность частично откатить пати УД, конечно, никто не отменяет там цепочки, подтяжки и прочее. И когда пати УД дается в неожиданный момент, да, но тем не менее, то есть это чуть больше пространства для маневра. И с другой стороны, чуть дальше ты убегаешь в фире, поэтому командам нужно куда пристально относиться к своим тиммейтам, спасать тех, кто убегают, как-то позиционировать себя так, чтобы от вас не мог убежать какой-нибудь там бешоп на другой конец карты и быть там полностью потерянным, мертвым, которого потом уже и не леснуть. В общем, я думаю, что чуть больше разнообразия нас будет ожидать именно на этой локации. И тут есть возможности показать себя как составами с танков, с танками, да, так и составами с коневодами. Итак, уже в 8.02, я думаю, что в скором времени присамоются у нас первые команды. Правильно, Алюд? Как там? Да, сейчас уточняем статус. Начало боев у кого-то технические проблемы, но вот-вот уже скоро появятся первые команды. Я, как обычно, вспоминаю, сборная Антараса к 9, приходят все к 10. Привет, Квадро, всем зрителям большой-большой привет. Ребят, как обычно, поправляйте по поводу звука, трансляции и прочего-прочего. Все это фиксится в процессе, если что-то не так. Но надеюсь, что все так. Ну и в ожидании мы, наших участников, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, с удовольствием их озвучим и постараемся ответить, конечно же. Я думаю, пока что можно показать турнирную таблицу, посмотреть, кто у нас вообще остались, каково на данном положении турнирной таблицы и просуждать. У нас всего одна команда с сервера Shilin осталось. У нас 4 команды с Гран Кайна, 4 команды с сервера по Агрео и целых 7 команд с Айнхасад. Вот так вот, самый, казалось бы, как все любят хранить Айнхасад, но вы только посмотрите на турнир и поймете, что Айнхасад еще сам, кого хочешь похоронит, да, выискуют они доказать. По крайней мере, числом они плей-офф точно уже взяли, посмотрим, что будет с качеством, мы узнаем уже тоже совсем скоро, в четверг, напомню, гранд-финал пройдет и станут известны уже все победители. Еще есть немаловажного факта, что сегодня те, кто проходят, выигрывают, да, в своем пути встании Best of Five, автоматически попадают в восьмерку, да, автоматически уже попадают в призы. Те, кто проигрывают, падают еще в лазера, у них еще будет возможность пройти по турниру дальше, но, сами понимаете, там уже нет права на ошибку. А тем временем прилетели у нас команды, я пока вбиваю их название, первый бой у нас будет, это поймем, между Шавермой и Хейт-складом. Да, все-таки видимо. Элиот, у нас сегодня всего лишь один, я так понимаю, тур, то есть без лазеров и просто одна восьмая. Да, да, сегодня еще никто турнир не покинет, проигравших еще будут целые сутки, чтобы осмыслить свое поражение, присмотреться к сопернику по лазерам, подумать, что можно поменять там в своей тактике, как можно перехитрить оппонента. Поэтому сегодня мы только лишь узнаем, кто у нас пройдут во второй раунд и кто упадут в первый раунд нижней сетки. Ну, кстати, что примечательно, у команды Хейт-склад они играют через одного коня как раз-таки тот самый сетап, о котором я говорил, некий баланс дэмэджа и пати УД. Ну, а команда Шаверма играет более-менее по стандартному сетапу для этого турнира через все-таки трех танков. Посмотрим, кто окажется по итогу сильнее. Довольно интересный бой нам предстоит увидеть. Разбафываются пока команды. Да, первый баланс у нас на арене. Так, а я пока настраивал у нас название команды, будет у нас и счет, потому что до пяти побед это действительно серьезно, то есть бой может длиться и 2-2, как прям с интригой, так и 3-0. Потому что, чтобы не запутались, мы будем и показывать текущий счет. Да, стоит отметить, что команда Hate Squad сервера InHassad вышла, она, во-первых, пробилась через довольно суровый отборочный этап, да, и в групповом этапе, также в основном уже этапе, обыграла пати Сайлента и с первого места вышла с группы. Весьма серьезная заявка на то, чтобы пробиться как можно дальше на турнире. Против них же команда Шаверма, которая вышла со второго места в группе с сервера по Агрео. Ты хочешь, какие неки у команд, у Инстинкта и команды, сегодня все драться будут? Да, сегодня все будут драться, команда Инстинкта называется Арена, у них всегда было название Арена Тим. Не думаю, что для кого это какой-то секрет. Не правда ли, Эллиот? Разумеется. Также, на самом деле, я со многими ПЛ-ами переговорил на тему вообще текущей ситуации, и я не буду как-то прям конкретно кто что говорил, кто победит, кто проиграет, но могу вам сделать такой небольшой вброс, что все друг друга по-разному оценивают по силе, то есть нет такого, что прям кто-то вот один фаворит и, скорее всего, он победит. Нет, кто-то считает, что вот эти сильнее, кто-то считает, что эти сильнее, это будет интересно, действительно. Потому что даже фавориты далеко не уверены в том, что они на самом деле фавориты. А тем временем у нас уже была команда на ДС, и вот он, каунт первого боя плей-оффа. Напоминаю систему Double Illumination, так что даже если ты проиграешь в этом противостоянии, то все равно будут шансы на лузера, но лучше не проигрывать. Да, и пока что это всего лишь первый раунд противостояния, поэтому команды сейчас только будут прощупывать сильные и слабые стороны друг друга. Прилетают цепки, как обычно у нас... Нет, еще не прожата пати УД, странно. Здесь у нас фокусится... С одной и с другой стороны фокусится Бешопы, то есть справа у нас страдает Рилл, а слева умирает Вазелинушка, почему-то нет на ней пати УД, я не вижу на ней Тодда, вряд ли он был сканцелен, а эта самая пати УД просто зафоксили. Стоит у нас Рилл в куче дебафов, но его вполне себе неплохо откиливают, а Шавермочка умирает еще раз. Вазелинушка какая-то... Да, Вазелинушка, простите, пожалуйста. Смотрю на Шаверму просто, которая убивает эту самую Вазелинушку. Вот только сейчас закрывает Вазелинушку пати УД, пока что живет, однако ответный фраг от хейт-скват Виш Рилл, Шаверма, теряет также перо. Тем временем... Ну вот, тем временем уже убили и Ива, то есть минус 2 бешопа в сумме, и фокусится Рилл, Рилл умирает, также очень страдает Кактус, у него практически нет ХП, а почему-то Ив не пытается встать, вот теперь он встает, он дилейл немного свой стендап, встает, кидает на себя Нубл, дает баланс, пытается риснуть своего мейта, ему прилетают пару Аквасквиртлов, но этого недостаточно, также стан от коня, но не проходит, Ива фокусят, Ива больно, но пока что живет. Вот, тем временем убили как бонус Ноунейма, это Ешка из Пати Шавермы, ну и проблемы у нас огромные, у Пати Шавермы пытаются они разрезываться, совсем нет мувспида, подбегает Ноунейм, рисует Ива, у Ива по идее еще есть баф, но, да в принципе неплохо, получилось отрезаться, возможно, есть перспектива на камбэк, выпутаться из сложной ситуации. Перспектива на камбэк действительно есть. О, Пати УД, говори, Галь. Пати УД было проездно, но я могу сказать так, что команда Шаверма довольно рановато начали прожимать свою Пати УД, и в принципе это сейчас позволяет как раз таки Хейт-скваду их подавить. Как мы уже видим, Хромовник Шилин у Шавермы упал, тоже упал и Биш уже без бафа, без чего бы то ни было. Это Хромовник Шилин очень далеко, там просто была битва танков, при этом даже Рико ходил помогать в арк, но не получилось, в итоге Рико на земле, и я думаю, что вряд ли уже Шаверма реснет. Да, непростая ситуация, минус три персонажа, полностью просели по монопулу оставшиеся персонажи, ну и, хоть и умирает Вазелилинушка, в этот раз, кстати, без бафа, но мне кажется, что Хейт-сквад пока что на коне. Ну вот тут уже три хила лежат у Шавермы, лишились они сначала двух кардиналов, а там оставалось ее, у которой МП, но совершенно не было, и уже в принципе разрезца возможности не было. И, как мне кажется, тут уже все более-менее понятно, осталось вот только добить персонажа из команды Шавермы, и на этом, вероятнее всего, бой закончен. Так, Шаверма еще успевает делать ответные фраги, по свои танка БД и СВС-а, такие зарезали они Ешку, но этого явно недостаточно, чтобы перевернуть этот бой уже. 1-0, впереди Хейт-сквад. Да, но я думаю, что ребята у нас исправятся, потому что не дадут в следующий раз так быстро уронить своего Биша, и посмотрим, как будет вообще слушать это ПВП в дальнейшем. Эллиот, подскажи, пожалуйста, у нас как вообще система проведения? То есть сейчас мы дальше будем созреть Хейт-сквад против Шавермы, или же как в групповом этапе другая команда прилетит? Нет, у нас сейчас будет смена команд. Это будет так же, как в групповом этапе, то есть проходит первый раунд для всех, потом проходит второй раунд и так далее. Да, но при этом у нас будут все 16 команд у нас разбиваются на 2 пары, то есть это первые 8 команд, а вторые 8 команд. Сначала мы проведем Best of 5 для первых 4, потом переключимся на вторые 4 пары, как-то вот так вот на вторую восьмерку. Тем временем суммонятся следующие 2 команды на арену, это Перкуносы и команда, по всей видимости, Enemy Down. Да, что можно сказать о сетапах этих ребят, Стил? По сетапам у Перкуносов... Перкуносы играют через танков, Enemy Down играют через двух коней, то есть решили не выходить в баланс, решили полностью попытаться задавить с помощью дэмэджа, но посмотрим, как у них это выйдет. И тем... Где команда Сан Хасад, между прочим, решать между собой. Здесь не больше... Так что я хотел поправиться, действительно, победители еще не гарантированно попадают в призыв, еще будет возможность вылететь, только в топ-12 они попадают гарантированно, выигрывая в этом состоянии. Ну, пока у нас размин пати МИУД, Бэтбоя, кстати, сильно бьют довольно-таки, на нем Рут, он страдает, его пытаются пробить, но пока что не получается. Хороший отхилл до плюсы, закрыли пати МИУД и все это дело. А тем временем нет ответного урона почему-то по кардиналам Перкуносов, вот только подбегают к Пластику, начинают его продамаживать, но это такой себе, там один Чарвел всего лишь бьет. Два танка в фире от Намидауна Перкунос друг от друга, друг за другом, убегают куда-то далеко, у них уже своя личная дуэль, такая дуэль жестянок, посмотрим, кто у них окажется сильнее, но куда важнее сейчас здоровье Бишей, потому что Бэтбой сейчас очень сильно проседает, пытается дожать его Перкунос, но второй кардинал спасает положение и пока что все на ногах. Ну да, Бэтбоя пытаются прожать, вот практически убили между прочим, но хороший хилл, баланс сверху и все в принципе неплохо. В ответ начал прожиматься Турбо, но сразу же закрыли пати УД, а вот Бэтбоя все же дожали, упали пати УД, непонятно было, не было ли тайминга, нет, просто спом закончились, ну поднимается Бэтбой, кидает себе Перо, интересное решение, ну и все у них в принципе пока что неплохо. Снова его пытаются прожать между прочим, и не отхиливают пока что, скоро манг кстати у Мео Мизуки кончится и Бэтбой умрет, да? У Мео Мизуки есть еще Перо, поэтому можно грубо говоря суициднуться и встать фуловым, но вот Бэтбой кстати встает сейчас под Пером, тем временем просел кардинал Перкуносов и вынужден был умереть. Но тем временем уже минус 2 Бишопа, которые лежат прямо рядом у Перкуносов, а у ребят из Enemy Down все неплохо. Перкуносы разрезались, но тем временем Дебо, Виртуоз умирает, как так вообще произошло непонятно, и за что его сделали. Бэтбой встает, закидывает у него Плоф, пока что живет, никто вообще не обращает внимания на этого Хира, и что очень хорошо для него, нужно было закинуть еще немножко бафов, между тем теряют СФ Протурбо, Перкунос поднимает его, тоже стоит без бафа, но не спешат теперь уже Enemy Down фокусить, только сейчас умирает Протурбо. Бис ХП Плэйсик и второй Бишоп также на земле, очень удачно зашел Song of Silence от СВС команды Enemy Down. Здесь вообще как-то странно получилось, ССФ Протурбо умер, Прайм вот один раз умер и без бафа оказался, и из-за этого проблемы начались сразу у Перкунса, потому что можно посмотреть на монопул, Плэйсика и Протурбо, у них полная мана, они не смогли ее расходовать, в то время как их оппоненты, даже он там без бафа, ребята бегают, но тем не менее нормально у них все с маной. И вот опять же, я буду жестко всегда негодовать и критиковать, почему бегает Дарк Блэйдс с практически полной маной на Виртуозе, когда его саппорты, которые поумирали без, вот допустим, Бэтбой без Сонгов, почему? Э, экономия. Экономия. Ну, у Перкунусов, по имени того, что у них вырезали хилов, у них возникли еще серьезные проблемы, в том плане, что один из Дарк Эминджеров, кстати, который вот только-только сейчас умер, его просто абсолютно весь бой контролили. На него накидывали слип, на него накидывали эфир и абсолютно не давали ему действовать. Грубо говоря, он фактически поэтому и прожил долго, потому что он весь бой простоял в стенке, неподалеку от ворот. И лишиться одного из дизейблеров, при том, персонажа, который имеет пати УД, лишиться довольно больно. Так, ну, между тем, Enemy Down, Перкунус 1-0, первый раунд за врагами. Враги вниз. К бою готовятся следующие команды, и это будут команды Кек, и, если правильно помню, против них Занаториус. В противостоянии двух команд Сейнхасад вновь мы будем наблюдать. Даже Сакланы, думаю, хорошо знают друг друга. Довольно, я думаю, для них неприятно встречаться в первом же раунде плей-офф, но посмотрим, кто окажется сильнее и лучше подготовится к этой дуэли с Сакланами. Ну, кстати говоря, обе эти команды играют через одного коня. То есть, вот то, как раз таки, о чем мы говорили в начале трансляции, что некоторые команды все-таки будут выходить в баланс. Демиджей танков тут чисто на скиле выйдет победитель. Можно сказать, что Занаториус сразу же занимает позиции у двери, у входа на четырнадцатой той и принимают кеков, которые как раз успели добежать тоже до этой точки. Да, немного грустная пвп между двумя сильнейшими пати-ро на НХ-саде, но тем не менее судьба так решила. Ну и первый урон у нас уже по бешам, Олеста страдает очень сильно, у нее нет пати-уд, или просто не вместился баф, но судя по урону сильно нету пати-уд, а тем временем пробивается МРД с другой стороны, на нем висит фир, ему больно, он бежит в стену, за ним просто какой-то зоопарк, сейчас они будут его закусывать, но нет, умудряется откатить, все у него в принципе неплохо. Олеста... Олеста, теперь живет, однако ответный дэмэдж по МРД, и вот у него большие проблемы, я думаю, сейчас будут добивать, но нет, просто заливают туда весь возможный хил, снимают дебафы, только чекс висит, и МРД пока что тоже живет, не дают команду своих дешопов так просто, сейвят как могут, вот она, плотное противостояние. Еще одна пати УД у нас на МРД, как у нас у Олеста, у Олеста нету пати УД, и при довольно неплохой урон идет, но тем не менее нет дебафов, вот только сейчас сломают ей ноги, и тем самым замедляют скорость кайта, но там... БРЗ практически без маны, и с Анаториусом уже сложно будет отхиливать Олесту, у которой маны это еще достаточное количество, не хотелось бы терять перо в такой ситуации. Да, надо как-то ману реализовывать, непонятно как, тем там уже у Плизноу закончилась мана на РЕДС, простите-то. И это действительно проблема, потому что если ПВП затянется еще на 2 минуты, пати просто без дэнсов останется до конца этого матча. Ну что сказать, под Мэджик Бэкфайером, когда раздаешь кучу скиллов, не удивительно, что твой мана полу быстро, твоя мана быстро уходит в ноль. Но при этом ты понимаешь, что тебе никто не будет клинцить из Мэджик Бэкфайера ближайшие пару игр так точно, потому что у Бишипа никогда на это время не найдется. Есть куда более приоритетные дебафы. Кстати, отмечу, Медуза очень неплоха на двух персонажей за Аноториус. Дамаж, что Алеста, нет до сих пор ни одного килла, посмотрите на этот божественный баланс, как ребята отыгрывают на максимум. МРД умирает в итоге первый. Между тем, Кеки закинули на свою Еешку перо и КВ сейчас подставляется под ром, умирает специально, чтобы было, было с чего ману заливать. Криваскер перезывает Магнуса, теряют двух Бишей Кеки и только Еешка может спасти ситуацию с ИНДКВ. А тем временем, да, да. При всем при том, один из Бишей очень далеко убежал в Фире и Биша с никнеймом Шу резность в принципе не представлялась возможным. Умирая теперь уже и Ешка перьев уже не осталось и абсолютно без хила остаются ребята. Да, не удалось резнуть МДР и огромные проблемы у Кеков. Хотя делают они ответные фраги на ногах лишь только БРЗ, которому ЕС не дадут Кеки резнуть, то все сведется к этому финальному противостоянию танков. Посмотрим. БРЗ убивают Реса по Ньюборне Олести не было. И теперь ситуация 5 в 5. Кто кого додавит на последний ХП, на последний маня, можно сказать, умирает след от команды Занаториус. Следом падает Плезновый. Смотри, Кеки такие додавливают. Они подставляются теми персонажами, у которых еще есть ХП. остальные пытаются кайтить бесконечная беготня Магнуса Пантер друг за другом попытки расстреливать из лука. Всего 2 живых персонажей у Занаториус. Кис бегает мастер стихии уже просто на последний ХП без мана. Я думаю, скоро он умрет. И Дейт Ристам тоже встает в УД, но ситуация это не поменяет, потому что до сих пор 5 живых персонажей у команды Кеков. Я бы от... Да, да, говори. Хотелось бы подчеркнуть отличную игру от Dark Avenger команды Кеков с никнеймом Нолик, потому что он на последний ХП сделал по максимуму все возможное и он до сих пор еще живет. Он уже на лоу ХП живет, наверное, порядка минуты полторы. И при этом раскидывая эфир и все остальные свои сплы, при этом периодически меняя эквитмент на лук. Очень много он сделал для своей команды и они смогли победить. Очень достойное противостояние. Действительно, последний ман, последний ХП вырвали все же победу. Ребята, ну и собственно, будем ждать следующих их встреч. Да, достойная битва действительно. Соперники достойны друг друга и хорошо, определенные друга знают. Знают слабые стороны, пытались давить на болевые точки и все закончилось. противостоянием до победного уже просто без хиллеров на последних ХП битого до конца. Ну и Хейк оказались сильнее. Жданием следующих участников. Ну, видно, да, что плей-офф, действительно, плей-офф ребята стараются. Прямо вот показывают максимум. Единственное спорное было довольно решение перо на Ешку. Мне кажется, она вообще себя не окупила, если бы Бишоп спокойно бы встал с этим пером, он довольно долго еще мог прожить, а Ешка даже не смогла пару раз ману залить и умерла с фуллумом П. Как вы считаете? Оправдывало ли это действие то? Ну, очевидно, там не было выхода, потому что Е уже не было маны, так сложилось ситуация, что в это же время следом за Ешкой также умер и МРД, и рестнуть второго биша точно не было возможности, МРД рестнуть не дали. Так сложились обстоятельства, я не считаю, что это была фатальная ошибка и от кек, тем более, что они победили какие-то ошибки. Прилетели тем временем на арену команды скридпати, спагрио и команда дай это жестко с инхасада скридпати. Кони против танков? Да, Кони против танков, именно так. Ну, смотря групповой этап, я могу сказать так, ну, как чисто наблюдатель, что раз на раз не приходится сражение между двумя этими сетапами, поскольку иногда канневодам хватает дэмэджа, дабы вынести танков пережить эти пати УД, но иногда ситуация разворачивается и в другую сторону. Да, пока команда готовится, уже тут начнется бой, напомню, что у нас сегодня проходит викторина, успевайте принять участие, у вас чуть-чуть больше получаса осталось. Голосуйте, сколько канневодов у нас придет во второй раунду, то есть выигрывают сегодня противостояние, пройдут дальше по верхней сетке, они упадут к лузера, всего дадим вам небольшой спойлер, 10 канневодов в 7 командах участвуют, небольшая подсказка, а там уже решайте сами, сколько на ваш взгляд, ну один точно пройдет, поэтому вариант ноля даже не добавлял, так как вот как раз таки в противостоянии зонаториус и кек есть по одному канневоду, точно хоть один-то будет, но сколько их будет конкретно, голосуйтесь, и те, кто правильно угадает, разыграем шапки и промокоды. и так, мы в ожидании начала этого противостояния, вроде как баф давно был поднят, где команда на DS, скрид пати против, соответственно, да, это жестко, вот DS, это и та, и другая команда очень хорошо себя показали на, в основном этапе скрид пати вышла без поражений, хотя у них были некоторые трудности, в самый первый бой они свой поиграли, и да, это жестко тоже выиграли, самый первый бой против гидфайт, однако, встание было 3, все-таки проиграли и оказались на втором месте группе, тем самым, на команду скрид они и попали, что ж, бой начинается, посмотрим, кто окажется из них сильнее в плейоффе. сближается к скрид пати, занимает больше пространства, ребята же, их оппонент оттягивается к стеночке по причине того, что там, конечно, фиры ловить покомфортнее, вот и использование столбов, не знаю, насколько это будет эффективно, чудо еще вытягивают, ее вытягивают назад, неплохая игра от танка, не знаю, не знаю, насколько это было эффектно, но, точнее, насколько это было эффективно, но эффектно точно было. Тем временем, горчинку прошибают просто очень жестко, стоит в стане, пытаются задамажить, горчинка страдает, сайленс, грелка, горчинка, беги, бежит пока что горчинка куда-то за столб, резкая свитч таргета по айме, ну и урон распределяется по бешам, снова страдает горчинка, пытаются ее задамажить френзи, и, скорее всего, сейчас делают килл, нет, отличный клинц, отличный хил, хорошая игра от двух кардиналов, но в ответ урона, как мы понимаем, пока что нет, ибо висят пати УД. Посмотрите, анфогибн уже слил всю свою амп до нуля, просто в арк под мэджик бэкфайером, теперь, что, из лука стрелять будет? Такие, есть, опен фраг, горчинка умирает, теряет перо, встает. Горчинка встает с левелапом, даже и такое бывает. Айме у нас также погибает во время, горчинку снова фокусят, нет ответного урона, до сих пор вообще никакого урона нету по скритпати, от, да, это жестко, неплохая игра их саппортов, но пока что это все, что они могут продемонстрировать нам на стадии начала этого файта, хотя это, наверное, уже мид. Снова горчинку практически продамаживают, я не знаю, как эта хилер живет, и медаль надо давать, умирает в этот раз и без бафа, по-моему, это лишь вторая смерть, не знаю, что случилось с Ноблисом, а тем временем... Явно была ошибка, Эйме пока что живет пати у Дэна, да, это жестко, горчинку не спеша тресать, в том случае, тяжело будет прямо в центре противостояния встать и хоть сколько-то прожить. Я хочу в этот момент акцентировать внимание на коневодов, по кому вообще идет урон, потому хп у ребят с скритпати вообще не уменьшается, а бишопы у них умирает, да, это жестко, просто ПКД. Стоит у Игнит очень долго Магнус в трансе, перезывается вот только сейчас, ну и, собственно, уже... Дожимают хилов. Да, дожимают хилов. Я просто пытаюсь понять, кому они урон наносят. Да, они сделали фраг на Айсмане, но это вообще скорее килл подсчета, нежели что-либо еще. Вы, коневоды, не смогли поражать танков в этой ситуации, скритпати оказывается свинее 1-0 по игре в 3D. Ну, скритпати очень хорошо контролили Магнусов, потому что, как подметил Лайт, у Игната очень долго стоял Магнус с липи, и это случалось не один раз вообще за весь этот замес. Постоянно контролили коней с липом, и, соответственно, продамажить ими возможности никакой не представлялось. Плюс, в какой-то момент хромовник Шилин прожал очень хорошую пати у Д, хорошее в том плане, что он впитал очень много дэмэджа и даже чуть не упал в какой-то момент, и позволил своей команде как раз-таки вынести уже окончательно кардиналов и жреца Евы противоположной команды. Оригинальное решение. Ребята, да, это жестко подготовили своих персонажей так, что после смерти они ловывабл апаются и встают с полным МПХП или что? Или я что-то не так понимаю? Просто они взяли у кота 79 уровень, их был 79 с половиной, учитывая, что здесь ты умираешь, то ты теряешь проценты. Стать с девелапом ты можешь только под пером, поэтому это значение никого не имеет. А, хорошо. А то я думал, прям как на АМЦ, помнишь старые добрые? Должно снять здоровье до 100%. На АМЦ прям у всех болело в лапы после смерти. Можно, кстати, заметить, где бафаются команды. Они бафаются сверху здесь, поглядывают сверху на предыдущие бои и у нас готовится хейт-скват против шавермы ко второму раунду. прошла команда сонгах-дэнсов. Разбафываются ребята и буквально через несколько секунд я думаю, мы уже увидим их противостояние. 1-0 с хейт-склад, правильно? Ничего не путаю? Да, напомню, что хейт-склад победил со счетом 1-0 в первом раунде и шаверме нужно отыгрываться. Ну, в этот раз никто к стеночке не пытается прижиматься. Просто... А, кстати, вот этот чудесный гей-чант, как тебе идея вообще, Элит? Развести на пати-ут и просто отгей-чантиться подальше от этого файта было бы, наверное, интересно. Страта, правда. Видели мы только один раз ее реализацию и это получилось так себе. Думаю, что кто-то попытается... Тут, рискованно, да, не успеть выступить в бой до этого момента. Да, тем временем Рилла прожимает вот этот урон у нас по Вазелинушке. Наверное, не привыкать ни одному, ни второму. Ну, Рилла неплохо клинтся, а Вазелинушка у нас умирает в самом центре файта. Встает, накидывает нубл, в принципе, неплохо. Сразу гейт занимается принудительно у нас динамит, но немного отпускает, потому что больше никакого урона у нас по Вазелинушке нет. Вот этот урон идет по Риллу, но там Патти Ууд, поэтому он Дон Гейв Фак какое-то время точно. Динамит у нас пробивают вполне себе неплохо, потому что много-много урона с Патти Ууда он принял у себя, но простой баланс и, в принципе, у него все хорошо. Вот Рилл под Сайленсом в сейве того, как могут, но таки делают первый фраг у нас, ребята, из Хэйдсквад. Да, и сразу переключается на Ива, Ив страдает, на нем Хэйд, на нем сломаны ноги, но пока что отхиливается. Свитч Таргета должен сейчас быть на Рилла, потому что этот Бишоп остался лишь с Нублисом, без пера, но пока что особого урона нет. А тем временем Вазелинушка у нас просто вот кактус в соло размотал Вазелинушку у нас, ну и пошел заниматься следующим Бишом, которого он отправил Фир, возможно, этот парень просто будет МВП, потому что он одного Биша убил, а второго отправил в Фир, но тем временем прилетает Рилла у нас Вазелинушка и все в принципе неплохо. А здесь два Мертвых Биша, между прочим. При этом у Ешки маны на один Рес и она находится под эффектом, который увеличивает расход МП. И в Реске от Рилла, но Шаверма снова на ногах, хотя очень сильно просевшая. Ментали там просто вообще без ХП бегал, но и тем временем прошло уже пару минут ПВП, а как-то 9 в 9 только снова добивает Рилла, Рилла это раз без Маны. Сразу занимается Ивом, который пробегает мимо по попытке риснуть, но у него очень вовремя агр, дабл рез и Ив погибает, погибает у нас в те времена Кактус без бафа. Вот. Вышло вообще. Плицаря на земле. Неприятности большие у Шавермы. Хейт Сквад давит. Хейт Сквад не отпускает оппонентов. Рико такие опять куда-то там отфилили, вообще непонятно даже. Где он умер? Он умер вообще в другом углу арены. Очевидно, Форест Воу специально на нем сидит и в прошлом бою мы наблюдали, очевидно, задача такая, чтобы просто вывести из игры вражеского хромовника Шилина и второго самому это удается. У Динамита вообще я вот задрю за этим парнем какой-то тир. Все в ПВП просто. Лук одел и расстреливают ребят. Полно себе неплохо. А тем временем Хейт Сквад у нас полностью отрезкался и все, и добивается их оппонентов. Даже потеря у Вазеринушки уже не имеет особого значения, потому что Шаверма рассыпается. Так вот. Шавухи что-то не пошло. 2-0 Хейт Сквад впереди. Да, очень уверенная победа от Хейт Сквад. Особо не заставили проблем Шаверма, но у Шавермы остается еще один бой, где они могут показать всю свою силу и, возможно, камбэкнуть на 3-2. Чего-то у нас не случалось. Хочется отметить, что определенный у Хейт Сквад есть план на бой. Они распределили себе таргеты, у них есть стратегия и Шаверма пока что не может никак это законтрить, никак как минимум помешать вводу от Рика куда-то вдали этой арены. А надо бы как-то его сейвить все-таки. Потерять ШК на практически весь бой это очень плохо и явно от этого страдает ДПС Шаверма. Чего просто не должно происходить. Ну, в такой ситуации можно было бы попробовать переместить ПВП ближе хотя бы к стенкам. каким бы то ни было и не сражаться в самом центре логова Баюма, тогда эта ситуация была бы менее удручающей. Там или проблема с контролем у ребят из Шавермы или же проблема с ассистом, потому что действительно лишь один танк кусает Беша, которого они пытаются убить, но это ненормально. Посмотри, как действуют их оппоненты, все Маулын набежали, закусали и убили. Спокойно принялись за второго. Колоссально ранится в количестве дэмэджа, возможно просто переигрывают по дебафам. Эллиот, а где наши следующие участники? Ага, нет пока информации, да? Ну, тем временем можно посчитать чатик, что вы там интересно пишите, ребят. Что-то мало людей на стриме. Так, позови друзей, знакомых, Крит, где-то я видел такой никнейм через еничку. С одной стороны, да, просмонили уже. Присамонили команду, команду Перкунас и команду Энни Даун. Напомни мне по счету, по-моему, Перкунас проигрывает. По-моему, да. По-моему, 1-0. Сейчас, у нас обновляется оперативная табличка или нет, сейчас глянем. Нет, нет информации, но, надеюсь, что поправимся. Ну, или ребята из чата поправят нас. А тем временем уже дана команда на файт. Эллиот куда-то у нас пропал. Эллиот, все нормально. Ну, видно, занят. Итак, интересный был Дэнс открыла ручка. Действительно, может быть, что-то не так. Сближение, размен. Ой, неплохая цепка у нас прилетает по Бэтбою, пробивает ему все ЦП, в ответ какой-то урон по Эпиренсу, но это не страшно, это всего лишь Варк. Пробивает у нас Бэтбоя, неплохо он кайзи, занимается им принудительно Дума и Учиха и Тачи, мгновенно убивает у нас Бэтбоя, не знаю, что случилось, как вообще так получилось. Встает, кидает себе перо, жив-здоров Орел, но надолго ли? Нет, не надолго, еще раз убивает практически сразу. Встает, попытка номер 3, в этот раз живет больше, чем 3 секунды, уже удачная попытка. Ну, а урона ответного как-то и нет. Стел, почему... Бэтбой получает сейчас, к слову, сайленс, но он заканчивается урона, ответного нет, я, к сожалению, не успел заметить, потому что я смотрю, как фокусили сейчас Бэтбоя, который умирает, умирает без бафа, уже абсолютно, тем временем, SF17 Pro Turbo тоже проседает по ХП, на нем висят, висит коняшка, но только-только я, вроде как отогнали, но и снова переключается. На SF Pro Turbo разрезали тем временем Бэтбой, он сразу же фактически мгновенно упал, Кардинала, у Кардинала команды End Me Down не так уж и много МП осталось, при всем при том еще висел на нем ДАшник, на ДАшника отогнали при помощи Фира, и вроде как все довольно неплохо стало у этого Кардинала, появилась возможность разрезать Бэтбой, а Бэтбой встает под баночками, будет пытаться как-то подхилить, тем временем Мэй Мизуки второй Кардинал падает, но было перо, встает под пером, Бэтбой снова падает, тем временем также просел еще Мастер Стихина, удалось его выхилить, SF17 Pro Turbo добили, но у него также было перо, и у Перкуносов пока все относительно неплохо, потому что перо на втором Кардинале все еще есть, и в случае чего это, так скажем, дополнительный запас мана, SF17 Pro Turbo может сейчас еще раз упасть, пытаются его простанить конем, стан не проходит, но водичка оказалась добивающая, SF17 Pro Turbo уже на земле, но тем временем ее рисуют, и здесь так-то минус все хилеры, у нас лойными даун, просадка по ХП у нас у Мастера Сихии, также ДА страдает, они, да, они фокусят Бишейн, но у них уже проблема с тем, что и дамагеры погибают, и это выглядит все как 1-1, что добивают у нас своих оппонентов ребята из Перкунсов, great job, я бы сказал, молодцы ребята, вот, уже навязали борьбу, посмотрим, как у них будут успехи в дальнейшем, поздравляем Перкунсов с этой победой, да, но еще не все потеряно, 2-0, а, стоп, 1-1 уже, 1-1, на медаун победили в первом бою, я тут немножко отвлекся, простите, я уже испугал, что я не тот счет поставил, ты у нас как главный по счету держишь нас руку на пульсе, так, ну что, ждем наших следующих участников, а следу нас очевидно будут скрит против да, это жестко, как вам этот бой, ребята, что пошло не так у Enemy Down, что не получилось зафуксить бешей, или же сами просили по дебафам и поумирали впервые, как получилось так, что Enemy Down так уверенно провели первый файт, но и так проиграли второй, но честно говоря, мне кажется, что тут не сколько Enemy Down проиграли, сколько Перкунос и выиграли, потому что они очень хорошо смогли зафокусить хилов. Были даны абсолютно было дано абсолютно все в хилов. Грубо говоря, бэтбой, который поднимался не один раз, его разрезали, и он мгновенно падал, то есть как только вставал, мгновенно падал. И соответственно, какой-то возможности отхилить свою команду у него не было. Плюс на втором хиле тоже довольно сильно висели по несколько персонажей. Ну, а Еешка довольно быстро села по мане. Очень хорошая работа от Перкуносов, на мой взгляд. Перкунос там уже показывали, как они умеют собираться и на отборочном этапе, и на групповом. Показали, что они действительно сильны. Я думаю, что после первого боя проигранного сделали выводы. И теперь уже свели все к ничьей. Можно сказать, мне нужнее будет дальше Бо-3. Присумонили команды на арене. Сейчас будет у нас команда Кек против команды The Notorious. Помню, что Кеки победили в своем первом бою. Очень был равный бой, поэтому здесь я не удивлюсь ни 3-2, ни 2-3. Возможно, все. Не больно, что составы также зеркальные. По одному мастеру стихии и по два рыцариата с обеих сторон. Разбаф будет команда на Дэнси Сонге. Ну, первый бой у этих ребят был просто шикарен. Волевых каких-то додавливали в конце. Я следил за Кисом. Мне очень понравился Кис, как отыгрывал этот парень. У него вообще не было ХП, не было маны, но он умудрился бегущего за собой БДшку просто прибить гидробластом под конец. Это было шикарно. Ну, и видно, что достойные оба два пака и заруба у них будет очень жесткая. Разбежались они там начало этого файта. Ну, на кеках я, к слову, пока перьев не особо вижу. Стоит вспомнить, что в прошлом бою они закидывали перроны Ешку вероятно будут ждать. Вероятно, да, судя по тому, что шу у них сразу же с Ноблисом, да, и второй беж тоже МРД. Значит, они будут сначала умирать, только-только потом выдавать перья. Это хорошая возможность для Занаториуса законтроль этот момент, сбить перо. Тут тоже нужно угадать. Я думаю, что ребята опытные не будут давать его, знаешь, инстакастом сразу же после вставания. Готовы тоже к этому. зато этот риск оправдан, потому что если что, то ты 100% гарантируешь себе большого количества маны, а как показала предыдущая PvP именно мана пул, решил, кто победит в файте. Опять же, словами, если тебя не собьют, да, если не собьют, но кто не рискует, то тебя побеждает. Да, да, есть также несколько факторов, и посмотрим, игра на верочку, что называется, окажется более эффективной, либо риск. В первом бою кекам удалось, санаториус смещаются в этот раз по колоннам в сторону к самому боюму, идут кеки на перевес, и столкновение происходит. Размен цепочками, грелками, проседает у нас МРД, в ответ у нас урон по Олесте, но в принципе ничего не изменилось, таргеты как-то не свичнули особо, пробивается у нас Олеста, очень много дебафа, клинс влетает, все неплохо, ну и по ТВД закрывает, все у него будет в ближайшие 15 секунд хорошо, а у этого МРД дела не все так радужные, его фокусит там просто всей толпой, но пока что он живет и в принципе у него все нормально. Ну, у него относительно все нормально, потому что с него еще Сайленс только-только упал, он уже был в одном шаге от смерти, но вот сейчас мы можем наблюдать примерно похожую картину, при этом он еще убегает очень далеко в стену, но с него спадает эффект потихоньку возвращается в основной замес, дабы если уж вдруг упасть, то его хотя бы была возможность отрезать. Умирает у нас очень далеко, а Леста это проблема, потому что его нужно рисовать именно здесь, сразу принимается неуборно, бежит у нас, а, Леста встает нормально, у него все, он был под пером, да, и возможно не все так плохо у нас в Зонаториус, ну и две минуты ПВП идут, а каких-то таких проблем ни одна ни другая пати не испытывает. Также есть еще на БР за перо, пробивает снова АЛЕСТа, много вне фокуса, много дебафа, Клинца пока что нет, но живет, кайтит у нас тем временем также МРД урон, получает много-много, вот добивают у нас тем временем МРД, а Леста до сих пор живет, как там... Ответный фраг, да, и делают его кеки, между тем поднимается МРД, проседает Шу, нужно спасать Шу, еще один фраг по Занаториус, Ресует, Ресует АЛЕСТ, АЛЕСТ пока что не встает, но БРЗ уже на земле, большие проблемы у Натториус, там Медуза, посмотри на трейд, просто у Занаториус, нужно сразу же Ресить БРЗ, БРЗ встает под пером, нужно закрываться чем-нибудь и выживать, отклиншивать головы, МРД падает без бафа, и ответный неплохой такой фраг от Занаториуса, они-то все сейчас на ногах, есть еще небольшое количество маны, пока что будут жить, БРЗ тоже нужно поднимать, спасать, в Медузе находится большое количество персонажей из Кек, выходит из нее, падает Шуба, моментально падает КВ, Как же эти ребята просто камбэкают, что они творят, они вообще очень классно сыграли, у них была проблема то, что два мертвых саппорта, три человека в Медузе, они рассчитали все тайминги вовремя, встали одновременно, Рано хоронишь Кеков, погоди, КВ все-таки встает под пером, поднимает Шуба, пока что живет, правда там маны особо тоже на Клинсе нету, убегает он ото всех, всей толпой пытается давить его за Анаториус, между прочим, саммит и Анаториус тоже без хиллеров, БРЗ и Алеста на земле, Алеста без бафа, у Ешки Ньюборн практически нету маны, Алеста встает без бафа, у него хотя бы есть мана, подтягивают его, моментально убивают, успевает также понять БРЗ, вот у БРЗ все не так уж плохо, Шу умирает без бафа, Ешка, Ешка КВ, последняя надежда на нее остается у команды Кека, да и собственно Ньюборн также сейчас вот-вот умрет у команды Анаториус, да, три хилла на земле, с одной стороны, КВ еще живет, только сейчас умирает, и так, пять в пять, противостояние вновь, вновь мы видим мужик, мужское на кулаках, как обычно, уже классическое противостояние этих паков между собой, добивание, размена у нас пять в четыре, очень битые у нас, пока что впереди, да, нужно кайтить, тебя могут отстать, ты убегаешь. Что творят эти кеки, как они вообще это делают? Только что у них все было плохо, и вот они уже додавливают своих оппонентов, четыре мертвых лукетов. Убегает без хп, просто ни хп, ни ману ее толком нету, 300 умирает, по сути остается только L2P, и кеки-таки додавят. Блин, ну это вообще сражение двух очень скаловых пати, и те, и другие сложнейших ситуации выкомбекались и победили. Ну, я могу сказать так, когда упали абсолютно все хилы у кеков, когда еще было перо у еешки, вот именно это перо, на мой взгляд, зарешал, потому что кеки получили одного хила с фулл мп, с фулл цп, с фулл хп, при всем при том, что уже у Занаториус, ну, уже не было монопула, ни у одного из бешей. И за счет этой еешки, которая смогла разрезать кеков по новой, да, они прожили, ну, имея в виду, кардиналы прожили там не такую уж долгую жизнь после этого разреза, но все же тоже смогли внести какой-либо импакт, и вот именно это перо на ее, на мой взгляд, зарешало в этом бою. Да, в такой ситуации тоже важно пережить, как минимум, если ты живешь дольше, чем оппонент, имеется в виду хиллера, да, то ты даешь вот это вот время и возможность своим саппортом, своим ДД тоже продержаться потом подольше, выиграть где-то немного по хп, по мане, и за счет этого победить. Ну что, а мы в ожидании, о, там уже скриты прилетели, между прочим, и их оппоненты. с собой. Как в этом счете, напомни? Показывается, всего 10 минут, так, скрит 1-0 пока что побеждает, команда, это жестко, по агру против Энхасата, напоминаю зрителям, что остается у вас буквально 10 минут, что-то в части наших сегодняшних розыгрышей, заходите на форум, сейчас ссылочку закинул в чатик еще разок, и голосуйте, сколько коневодов у нас сегодня пройдут во второй раунд, то есть выиграют свои противостояния с оппонентами. Среди тех, кто правильно ответит, мы разыграем сегодня редкие шапки и промокоды на две недели подписки. А тем временем у нас уже дан старт сближается у нас до этого жесткого, раз они не решили играть не от столбиков от стеночки, а как-то отжать пространство, притягивает у нас скрита, но скрит, думаю, этому даже рад, при пати у Д у нас от лото, ну и начинается у нас расфокусировка без шага горчинки, который в медузе, поэтому первые пару секунд он вполне себе комфортно чувствовал, тем временем страдает у нас айми, ну и получает много урона фарт, потому что это его пати УД, айми у нас очень много урона получает, но здесь шикарная медуза по пати скрита, только сейчас они потихоньку выходят из медузы, лото где-то там вдалеке юзает венженс, абсолютно бессмысленно, ну и айми у нас убегает в фире, за ней просто выехал в фарт, соревновался с ней скорость бега, судя по всему, растягивается у нас противостояние, потому что фиры и попытки кайта, айми страдает, нет ответного урона и это довольно грустно на самом деле. Первый фраг умирает фарт? Да! Скрит теряет своего танка, вот тина. Кто бы мог подумать, фарт, думаю, удивлен не меньше нас, почему именно его убили, теперь, кстати, его пытаются профокусить, то есть у него летит такой сквиртл, его пытались добить, но я думаю, что это неправильная идея, тем более он стал венженс, его все равно пытаются убить, но в анимации венженс было видно, зачем его пытаться атаковать, все, нужно переключать свой таргет на кого-то другого помягче. Айсман не так быстро реагирует на ситуацию, да, это жестко, однако переключились и теперь падает скрит, просто через танков играют жесткие ребята с Эйн Хасад, и все в целом им удается, смотри, за счет этого они сами живут, у них с ними даже вообще еще не плохо все помали. Скрит просто все кнопки по клавиатуре нажал, там и пати УД, и венженс, пробить его невозможно, дамаживает у нас Френзи, но на Френзи тоже венженс и пати УД, у этого парня тысяч 10 по дефе и МДФ, не стоит его убить прямо сейчас. Однако обратите внимание на манов премейда, премейда уже практически без маны, я думаю, что да, это жестко, но не будут просто сливать хилов максимальный, высушить по мане только после этого, после этого в последний момент будут их убивать, теряют такие горчинку, горчинка минус хилу, да, это жестко. Ну, я думаю, он сейчас встанет, потому что вроде как перо на нем было, да, встает, и также, ну, там тоже есть перо, поэтому, в принципе, неплохо, если сейчас эти ребята продавят танков, что, в принципе, возможно, то они смогут камбэкать в, по крайней мере, лейт гейм, потому что, ну, потому что у них нормально все, покрашиваются по бешам, а их оппоненты пустые, да, убивает, скритает, неожиданная тактика, но пока что она работает. Нужен еще один фокус по одному из танков, пробивается у нас френзи, и дамажит у нас фарта, минус все танки. Танки умирают первыми, и это видано вообще. Что творят эти ребята? Вот в чем сила, между прочим, двух коневодов, да, можно назвать, то что вся пати скрита очень сильно просевшая по хп, просто вот все эти аоешки, масухи, которыми просаживают всю команду, просаживают по хп, по хп, последовательные по мане. За счет этого, да, это жесткие, побеждаю, скорее всего, хотя еще тут есть все возможности для камбэка у пати скрита, но сложно это по мане, да, тут надо будет как-то потом разрезываться, поэтому фарт уже без баф, падает так же футбротл СВС, и бд-шка команды скрит также на земле, остается только два беша, те самые два беша с перьями, оставшиеся напоследок с magic backfire и просто на нуле маны будут убиваться по очереди, падает примейт, я думаю, сейчас будут до последнего не давать ему встать, только после этого бьют айсмана. Дело, скорее всего, отферится подальше айсмана, чтобы он не мог дать пати удэ, это очень грамотно, посмотри, тут не пати удэ, масрест, то есть его предварительно, да, да. Примейт бежит, резать своих, ловит фир, идет по нему дэмэдж и просто не отпускают. Как скооперировались у нас, да, это жестко, по четыре персонажа на одного вытянули, масрест, между прочим, проходит, но уже написан финиш. Упс. Я даже не знаю. Понятное дело, что у скритов не было шанса на камбэк, у них мертвый весь саппорт, но такое бывает. Однако же дается, возможно, еще встать. Команда не успели разрезаться, и вот теперь уже просто команда не встает определенное время. Команда финиш, на этот раз уже не фейковая. Что ж, да, это жестко переворачивает 1-1. Да, это просто жестко, я не знаю, как это еще комментировать, забить на бишей, сфокусироваться на танках и развалить танков. Мы видели подобную тактику, но обычно нашла через негров, через коней, через варков даже, может быть, но не через танков, но через самые жирные таргеты, у которых там еще парочка по ТИУД, которые сами по себе в щитах, с щитами в хэви, и это все звучит просто безумно, но да, это жестко удалось. Как тебе стил вообще стал это противостояние? Это противостояние было довольно хорошим из того, что я заметил, очень хорошо оттягивались коневоды, которые как раз-таки дамажили танков, но при этом они находились на огромном расстоянии, использовали такую небольшую фишечку через послать коня за рейндж, который его можно послать при помощи двигаться к цели и уже потом наваливать. Также водный кубик работает вне всякого расстояния, вне всяких стен фактически. Это тоже было использовано, вот это меня очень порадовало, я как коневод такое люблю подмечать. Ну и в целом довольно хорошо посражались, прилетели уже на арену Перкуносы и Энми Даун, Перкуносы бегут вдоль стеночки, пока не спешат сближаться со своими соперниками. Напомню, что счет между Перками и Энми Даун 1-1, так что тут еще все впереди. Обе команды подошли вплотную к стеночке, к дверям и только здесь начинают ПВП, хотят обезопасить себя, да, в центре. Классические грелки, притяжки, размен по дебафам, ну и собственно... Перкуносов чуть не просил Бэтбой, закрывают его и спасают таким персональный Дон свой хил. Синер, кстати, уже довольно долго стоит в слипе, вот прилетает и упал в Экинг с Роллов, ну и собственно неплохой контроль дебафов, бафов хорошая Медуза, Криворучка и Май Мизуки стоят у нас в Медузе, но тем временем стоит Бэтбой, который собственно пытается, которого пытались пробить, то есть такой подсейв получился неожиданный. Может показалось, но Азов дал чуть раньше по ТЮД, чем должен был, еще не успел она упасть, за счет этого Перкуна остается уже без партии УД. Проседает СФ Турбо, но однако первые фрактыки делают Перкуна с Бэтбой на земле. Теряет первое, нет, это было еще не Перо, только сейчас накидывает себя Перо Бэтбой и хотят сразу же выбить его Перкуна, что ему удается. Как-то очень легко позволяет бить своего Биша ребята из Энами Даун, умирает у них тем временем Май Мизуки, Бэтбой лежит под резом, но понимает, что по тенденции нужно вставать очень аккуратно, встает Бэтбой, его сразу резает Мизуки, но сразу за МЦН, просто толпень народу за ним приезжает и чем только можно начинать закидывать, нужно сразу клеить, нужен баланс, баланса нет. Постали, но такие поражали, его теперь бафа нет уже Бэтбоя, проблема огромнейшего Энами Дот, резает Бэтбой, Перкуна переключается на него, залетает сразу же Хекс, просто БДшка панически в Саренова разваливает снова обратно Биша, проблема с маной у Май Мизуки, а где второе перо, а второй перо есть на Май Мизуки, а где их урон, почему никто из врагов не умер до сих пор, их саппорт так страдает, при том, что видно, что танки занимаются, то есть не в дебафах играют, а именно в урон по Бишам, то есть вот там БД даже стоит, вообще накручивает Хексы, расстреливает с лука у нас двух Бишей, которые постоянно уже умирают, и вот только сейчас начинается какой-то демэдж по СФ про Турбо, есть шанс умереть, но там божественный ГБХ залетает на совсем лоу ХП. В это время Бэтбой тут пару раз отжался, стал упал, стал упал, Май Мизуки также умирает без бафа, и у Энами Дона огромнейшие проблемы, еще есть немножко маны у Ешки Старцман, но я думаю, что это уже не спасет, тем более, что далековато она от своих хилеров. Тем временем прохищает. Ресает, ресает Бэтбой, Бэтбой встает, впадает Старцман, и Бэтбой без ХП таки дает, на последних ХП дает масс-рес, поднимается Май Мизуки, поднимается вся пати, но сложно будет, тем более, отличная Медуза зашла от Ризоса, БДшки Пати, Перкунос, готовится фоксить Май Мизуки, как только выйдет этот хилер из Медузы, остается 7 секунд, выходит с Медузы, и моментально пошел в агр, здесь урон, умирает, следом умирает Ешка, все хилы, команда Энами Дон на земле, а 2-1, Перкунос побеждает. Так-то 3 в 2 размен. Еще жив, между прочим, чем в рест, я даже и понять не успел, а Бэтбой успел рестовать, но довольно оперативно. Ну, чем не времен, ситуация-то не такая однозначная, здесь 4 в 3, сейчас могут добить Ешку Синерс, да, еще один Аквасквиртл ей нужен, но тем временем играет у нас в мастера стихии Хай Гай Юэл Дай, и он погибает, урон не остается. Рановато я похоронил Энами, но все к этому таки идет. Да, здесь какие-то... Что здесь происходит? Почему эти ребята где-то там бегут? Кто это вообще? Почему он здесь стоит? Что за хаос в этом ПВП? Вон, еще один пассажир стоит где-то там у стены, отправляет Криворучку дальше. Я не знаю, как это все показывает, здесь какая-то часть умерла, здесь продолжается добивание своих оппонентов. Криворучка, между прочим, еще 3 минуты назад было без маны, вот стал поднакопить к концу боя, однако это, конечно, уже ничего не решает. Такие, Крикунус побеждают 2-1. Побеждают в этом бою, да, но не в матче. Напоминаем, что у нас до 3 побед идет. Ну, и что я хочу сказать касаемо этого боя. Если в прошлом бою, как вы помните, я похвалил там коней, то тут такое ощущение, что в Enemy Down произошел какой-то miscommunication, потому что мастера стихии, но они, если пытались фокусить хилов, то они фокусили разных хилов, в итоге демидж делился. Выбирали немного не те таргеты. Такое ощущение, как будто бы, ну, что-то было не то у них в говорилке. Есть такое у меня предположение, потому что, ну, фокуса, как такового, и не было. Во второй половине боя там уже что-то началось, там уже потихоньку начали SF-17 Pro Turbo пытаться зафокусить, но уже попытки были тщетны. А тем временем у нас прилетает Height Squad и их оппоненты Shiverma. Напомните, счет 2-0, да? Да, Height Squad лидирует за счетом 2-0. И такие, один бой им остался до того, чтобы выбить Shiverma Блузера. Да, разумеется, очень важно заходить инициативу над соперником. Камбэкаться бывает очень тяжело в условиях, особенно когда ты потерял кого-нибудь из хиллеров, особенно без бафа. Тяжело, очень тяжело. А тем временем у нас был Данкаунт, Shiverma сближается с Height Squad. Ну и давайте, Shiverma, покажите свою лучшую игру, потому что ну как-то 0-2. В этот раз прям на мужика в центре арены встретились, не стал никто там ничего выдумывать. Столбики там, подбежать по краешку, все просто ринулись в атаку. Посмотрим, что это выйдет. Ноу-нейм очень сильно динамит, просто получает дэмэж за всех на пати УД. Да, тем временем там ноу-нейм просто стоит весь транс, очень плохой контроль, шаверма, дебафа и Рилл кайтит, но на нем висит пати УД, у него в принципе все неплохо. Начинает раскидывать у нас ноу-нейм дебафы, как-то проседает тем временем Рик, очень большой урон, он идет, судя по всему, по бешам, потому что танк и так страдает от пати УД Ив получает еще одну пати УД, третья пати УД активирована у нас шавермой, ну и собственно нужно уже что-то делать. Ментали также стоит в трансе, пролетает он вагонскролл, так что все нормально, ну и прожимают тем временем вазелиночку, отличная медуза, посмотри на эту медузу, у шавермы четыре персонажа, три персонажа стоят, нет, да, три персонажа стоят в медузе, ну и в ответ урон летит по Иву, одновременно также страдает Рилл, очень далеко они отбежали. Опять своего ШК от пражского хейт-скват отгоняют максимально ДА, сколько Рилл это же бишь, да. Поднимается у нас Ив, поднимается у нас Рилл, оба были под перьями, оба раз, ну как-то, посмотри, просто одного биша бьют и второго биша бьют, и и получается. Тяжело, да. Однако вазелинушку прожимают в этот раз без бафа шавермы, нужно ресать, ресует вазелинку, встает, кстати, далековато она от врагов, пользуются этим, подтягивает ее кактус и пошел дэмош по вазелинке, закидывают стан, успели накинуть коф, но это не помогло вазелинушку снова на земле. Ответный фраг от хейт-скват Рилл на земле. Да, Ив. У него-то еще все неплохо с бафом. У него все еще неплохо с бафом, но Ив страдает, там нужно ЕЕшку контролировать, но у нейм ЕЕшка, она под МБФ, она не сможет больше никого риснуть, и если сейчас умрет у нас, скорее всего, а уже умер, да? Да, 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 и хейт-скват теряют всех своих хилов. Ответный пытается поражать у них хилов Шавермы, и им это удается, но им так же падает без бафа у нас и Ив со стороны Шавермы. Не знаю, по-моему, там перья уже закончились, и мужицкий бой, завершение, завершение этого боя, четыре персонажа хейт-скват на земле, ответного четвертого убивают они у Шавермы. По здоровью хочется сказать, что хейты такие слегка впереди, да и держатся они плотные группы по центру, убивают БДшку. Да, видно, что они куда лучше ориентируются в такой ситуации, то есть они спокойно определили кого убить, наверное, отфокусили. Здесь неплохо отработал Кактус со своими ребятами по цели Дефросту, но и здесь Венженс у нас от Чарубль, ну и Менталь у нас кайтит, страдает у него, практически нету ХП, он включает УД, но поздно, да и мне кажется, Берс в такой ситуации не самый лучший баф, можно канцелить, но тем временем ситуация все же 2 в 4, и с такой ситуацией обычно не камбэкают, хотя убивают БДшку, есть у нас Венженс на Кактусе Венженс. 2 ДА СВС против двух Дарк Авенджеров со стороны Шавермы, кто же кого. Однако почти убили СВС, а Одичка тут убегает в фире, остается буквально один выстрел сделать по СВСу. Кактусу не дают до него добраться, просто не отагривают, и в СВС еще можно жить. Хейты так просто не сдаются. Форест в ВОУ убегает в фире. Опа! И ситуация 2 в 2, кто же кого? Я только сказал, что невозможно камбэкнуть 4 в 2, и эти ребята это делают. Каким образом они остались в 2 в 2? Расстреливают у нас Кактус, зафирили его, также у нас в фире выбегал Динамит, ну и здесь личный скилл, и да, и прохождение дебафов. Чаруба Эля отправляет в фир, подбегает в Форест, кидает на Динамита еще фир, фир не проходит, ну и у кого фир зафиряет лучше. И Кактус пока что-то стоит в УД, оба ждут, выжидают до конца, пытаются перенести огонь на других своих танков, потому что и у Фореста, и у Динамита куда больше ХП. Приседает Кактус, у Кактуса заканчивается УД практически вот сейчас. ХП на последних хитпоинтах он живет, а кстати у Чаруба все неплохо, он еще жив, целый Орел, и такие остаются 2 в 1, Динамит против Чаруба и Фореста. Форест получил очень много урона, хорошие киды пошли, и от Динамита неужели будет 1 в 1? Сможут не держать. Здесь действительно интересная ситуация, там кстати Пантерки мертвые, даже мертвых хозяев атакуют, и... Это у кого например? По-моему в Пантерке у нас Кактус атакует нет? Нет, он так состоит, мне показалось. Да, показалось. Таким Форест еще живет, Форест просто включает Тигра и убегает, Лева точнее, да простите, и убегает, Чарубаилет продается в Фере, Динамит гонится за Фореста, тоже садится на Льва. Что это за ПВП? Что такое? Форест отхиливается как может. Блин, я хочу слышать говарилку этих ребят в этот момент, но здесь невозможно выиграть вообще на самом деле, как-то 2 в 1, ну 2 в 1 ты просто его периферяешь, как ни крути, Динамит проиграет. Проходят как-то по Динамиту, такие хейт-сквад вырывают эту победу, в Шаверме сражались, как львы в этот раз, но слишком поздно. Сочный вы. Шаверме, по факту говоря, здесь не хватило дэмэджи дожать, потому что в принципе они пережили за счет трех прожатых пати УД, но не хватило немножко дамага. Это в принципе было видно, я так думаю, и в конце боя это было заметно, и в начале они хоть и выстояли, но сами дамаж это особо не могли. Да, висели несколько пантер, ну 2 пантеры висели на Вазелинушке, и это сыграло, это сыграло, потому что Вазелинушка падал не один раз, в том числе из-за этого, но дэмэджа все-таки не хватило. Да, ну и поздравляем первой команды, которая проходит вторый раунд, Хейт Склад, серверы Эйн Хасад пришли и на своем горбу протащили такие коней в следующую стадию. Присумонили уже следующие команды, Кек и The Notorious, А у этих ребят один-один, напомню, что это обе команды сервера Эйн Хасад, склонно Rise of Abyss, две сильнейшие пати, можно сказать, сервера Эйн Хасад, хотя вот Хейт Склад будут это еще оспаривать, дальше у нас в турнире посмотрим, целых семь команд сервера Эйн Хасад, напомню, у нас участвуют в плей-оффе, поэтому заруб между Эйн Хасадов цены будет много. Чё-то ты как-то инстинкта просто списал со счетов. До инстинкта мы еще доберемся. хорошо. Эйн Хасад сейчас не играет на Эйн Хасад практически. Ну, просто пати-то заявлено с Эйн Хасадом. Ну, это да. Про ситуацию на сервере, скорее говоря, А, ну, не суть. Да, здесь уже тем времен файт, грелки, обмен любезностями, виртуоз, почему-то след проседает очень плотно. Я бы на его месте вжал бы УД, желательно всей рукой в эту кнопку, потому что он сейчас умрет. Дружи же, что ты делаешь? Почти... Сейчас убьют СВСы? Нет, он вжал УД и стоит просто на добром слое. А тем временем начинается фокус по МРД. Не знали бы, что столько ХП УСВСы убили бы, наверное, давно уже. Прилетает... Я просто дождался баланса и через полсекунды... Да, 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 гидробласт прилетел. Но выжил. Выжил. В целый Орел, да, и под пати УД у нас находится Занаториус. Ну, пока как такого урона ни в кого нету, потому что и там, и там раскиданы у нас пати УД. Ну, и будет прожимать, скорее всего, как обычно, Олесту, а в ответ будет урон по МРД. МРД, кстати, начинает принимать потихоньку. Бежит за ним Пантера, его расстреливают, то есть не пытаются как-то физикой с мили-атак атаковать, а именно Пантера плюс Луки. Да, 2-0 ЖК, конечно, победили, все-таки тоже одолели. Вот, да. перед Нотариусом, я как-то слегка подзабыл. В этот момент и падает Олеста ответный фраг от Занаториуса, МРД на земле встает, вешает на себя моментально перо, сбить его не успевает, Олеста встает только сейчас под пером и закидывает на себя на блюз. Ну, хочется отметить, как хорошо контролят Беша и Ешку, буквально не давая подойти к файту, что одного, что другого персонажа распыряли, но они уже успели, конечно, вернуться фактически. И вновь Кейки закидывают перо на свою Ешку КВ, сейчас она подставляется под урон, чтобы вернуть себе ману, закрывается пати УД Кек, не успели добить Ешку, там буквально одного нюка не хватило. Это возможно было, возможно, это был канцел себя пати УД, я не заметил, но КВ таки умирает, когда остальные, остальная команда Кек еще жива. Да, пока в этом ПВП вообще ничего не ясно, монополу проседают. По Олесе очень много урона, также получает кучу демеджей и свет, боже, как достается этому СВС. Вообще, за что его так? Почему вообще его убьют? Позвольте внимание, кто-то из Ману все укусает. Зашли на МРД и кардинал Кек теряет свое перо. Два пера потратили Кеки, собственно, ответ на Олес точно был потрачен на перо. БРЗ еще сохраняет, сохраняет Сальвейшн и только вот сейчас возможно его разменяет. МРД убивает моментально второй раз и он уже без бафа поднимают. Сложная ситуация, тем более, что падает также Ишу, Кеки в неприятнейшей ситуации. Два Биша команды Занаториус на земле, БРЗ еще под пером будет вставать, ждет удачный момент. Ну, КВ тем временем вполне неплохо себя ощущает, нужно поднимать фокус. Поднимается у нас Олес, ТБРЗ также встал, Нью Берна пока что пытались прожать. Неплохой кайт, кстати, от КВ за столбиком возвращается он или она в файт. Нужен какой-то от нее рез, потому что ее пати очень в сложной ситуации, но убивают у нас и КВ. Ну и какая-то прям доминация у нас в данный момент от Занаториус. То есть у них только один мертвый бейшоп в возмена 4 на 5 персонажей. И что это? Это камбэк? Хочется сказать, да, что в этот раз пати саги переиграла своих оппонентов. Оказались куда лучше, лучше готовы к размену хилами и пережили. Килы пережили, ДД-давили. Я здесь пока смотрю, как панда форс просто унижает киса. Но тем временем его скоро добьют. Добивают от Аш и панда остается на парус КВ. Кеки умудряются огрызаться, однако сути дела это уже не меняет. Они лишь только КВ в живых у Кеков и сейчас Сага достреляют. Да, 2-1. Кеки все еще впереди, но Занаториус говорят, что рано нас списывать еще со счетов от проекта Узера. Да, отличный бой у нас от Занаториусов. В этот раз они прям сконцентрировались, раздамажили по бешам, отработали по дебафам и победили. При этом Занаториус не дали возможности разрезаться Кеком, потому что когда Ешка подбегала и резала МРД, это было успешно. А вот МРД уже разрезать второго кардинала не смог, потому что мгновенно прилетел фокус, там сразу же после того, как МРД встал, он сразу прожал рез, но его просто мгновенно сбили, мгновенно отправили снова лежать на полу. Скрит, и да, это жестко готовится к своему третьему раунду, счет 1-1 по агрио против фейнхасад, второй раз, да, это жесткие ребята просто затащили по танкам, наверное, только так это можно назвать. Посмотрим, чем удивлять будут в этот раз. пошел обратный отсчет. Я думаю, пати с критой сделали выводы из прошлого боя, поняли, что своих танков нужно сейвить, будет гораздо лучше, и моментальная подтяжка пинг флойд, ловит паралич, пытаются задамажить, задамажить мастера стихий, команда, да, это жестко накидывает сайланс, но пати закрывается жестко. В то время убили фарту пантеру, вполне принудительно, раздамаживается френти, между прочим, отличная игра от лота, просто двух своих визави переиграл, горчинка тем временем в слепе, скрит страдает, то есть... Убили только пинг флойда, смотри, ответка от скрита, теперь они уже играют по дд, пытаются не отпускать коневода, и на пинг флойде очень-очень плотно сидят, но, плюс он потерял, и в следующий раз умрет уже просто без бафа, понимает это скрит, его команда, пытаются не отпустить, закидывать, пролить. Пинг флойду нужно срочно отправить своего магнуса, чтобы он делал что-то полезное, а не просто кайтить, это огромный его косяк в данный момент, его отпускают, он отрывается по дистанции, ну и вряд ли его смогут в ближайшую пару секунд продамажить, хотя, хороший параллит от скрита, много урона, но пинг флойд подтянули и убили просто, в западню поймали пинг флойда, игнайт также на земле, и в этот раз ответка от паттиска вита 2дд жестких на земле, при том, один без бафа, очень неприятная ситуация для команды Сейнхасад. Здесь уже очень сложно будет как-либо камбэк, потому что горчинку, да, принимают, нету ману на антфоргивене, горчинка, конечно, встает, но почему-то она встает еще в параличе, это явно тильт, ну и, собственно, я не знаю, нужен какой-то масс-ресли или что-то придумывать, то есть два... Ресать игнайт, при этом игнайт, где игнайт лежит вообще? А где игнайт? Дерековато, пинг флойда резать смысла немного, там нету бафа, очень быстро его убьют по новой, и Магнусову особо не спасет, просевши очень сильно бдшка Тернион, встает вудей, пока что живет, проседает горчинка, падает трасс, в этот раз умирает без бафа, неожиданно, неприятно, но в целом, да, похоже, что в этот раз растерялись такие жесткие. Эллиот, поиграй пока что в квест найди, где лежит Игнает. Вот я вот нашел и немного удивился. Думаю, после этого ты поймешь, что шансов у... Да, это жестко. После 15 секунды ПВП вообще никаких не было. Кто там делает Игнает? Как они умудрились? И Игнает отфилить просто под бою, да? Еще и зарискилить Пинк Флойда непонятно, но скрит им это удается. Таки 2-1, по игре врывается вперед. Неплохо сыграно. Слушай, но применять тактику оппонента весьма успешно это дорогого стоит. Подстраиваются. Мне очень нравится, что команды подстраиваются друг по другу, быстро ориентируются, перестраивают свою тактику на ходу и это работает? Да, действительно, это работает. Ну и, быть может, мы там через пару равнов придем, потому что все будут играть в ДД и забьют на саппорт. Метод, да. Интересно, между прочим. Может быть, тогда и сетапы другие нужны, если ты играешь по саппорту? Ту, по ДД именно. Ну, вы в любом случае сетапы меняете уже поздно. Да, уже не узнаем об этом финиш и 2-1 скритпати смогли удивить своих оппонентов, сыграв по ДД. Ну, вот, да, килогигнайт вот здесь вот, но это совсем, даже не знаю, засамунти меня назад называется. Тяжело возвращаться. Был у нас скрит, который говорил, что в такой ситуации нужно забивать на этого персонажа и не пытаться его арестнуть. С другой стороны, если ты забьешь на одного из двух своих ДД, как ты вообще выигрывать? ПВП будешь? Не представляю. При этом, второй валяется уже без бафа, да. Ну, просто ситуация проигрышная. В такой ситуации, если ты не оказался, то у тебя уже шансов на камбэк минимум. Ну, вероятно, с того, что зафирит твоего коневода куда-то далеко и будет им там заниматься какая-то станка довольно высока, поэтому нужно быть готовым к этому в дальнейшем, ребят, из... Да, это жестко. А здесь перкунулся у нас их оппоненты Enemy Down. Да, в целом стоит просто реагировать оперативно на подобную информацию, спасать своих ДД, тем более, что в такой ситуации все-таки хилам чуть попроще, на них чуть меньше прессинга и можно успевать распиншивать, подтягивать даже своим танком, хоть он и один, да, это жестко, но подскажи, что ты? Нужно возвращать. Так, у нас Перкунос и... Enemy Down. Enemy Down со счетом 2-1 в передней Перкунос. Стеночки сближаются. Будут, возможно, они играть от Сталбак, к нему, в принципе, они и подбегают, за него забегают, но Магнусы их уже... Полили водичкой немножко. Да, неплохой АОЕ дэмэдж здесь прилетает, в ответ молния по Бэтбою, Бэтбоя притянули, Бэтбоя начинают просто демонтировать и практически получается, но прям все кнопки... Я патью Дэна Бэтбой, да, закрываются с временной Перкунос, а вот Enemy Down не среагировали и ждали, видимо, до последнего, тянули такие, потеряли Бэтбоя. Бэтбой встает накидывать на себя перо, это была только потеря Ноблиса, поэтому Ману он практически не потерял. Да, ну за ним уже выезжает Учиха Итачи, также подъезжает у нас Дима, ну и зарубили просто на двоих у колонны, здесь устроив темную Бэтбою. В этот раз на нем остается только баф, его нужно рисать, а его, в принципе, никто даже не контролит. Он подымается, клинтит здесь своего борда и кайтит немного за, соответственно, колонной. За ним уже выехали, прочував, что он риснулся, и пытается он кайтить. Вполне, кстати, неплохо кайтит, но ему прилетает паралич, и он сейчас будет убит. Умирает Бэтбой у нас в третий раз, Мия Мидзуки выходит из дизейблов, и в ответ делает фраг, наконец-то, по пластику. Да-да, Элит. Мидзуки отправляет Фири в стенку, сейчас его будут там убивать, сейвит как может его Ешка, мана у Старцмана еще есть, но, но, Мия Мидзуки умирает, встает под пером, нужно клинтить себя, нужно воскрешать Бэтбоя, Бэтбоя пока что не спешит на рез, как сейчас проходит рез. Сбить не удается, Бэтбой встает, также нужно моментально рез Старцмана, как-то закрываться и просто выживать сейчас, остается команда Диана Мидон. Все три хила у них на земле, по-моему, Перри уже закончились, резы закончились. Ответный фраг только лишь по плейсику, который сейчас встает, там есть, конечно, еще мертвый СВС у Перкуна, но, я думаю, спокойно его резнут, без особых уже проблем и будут дожимать. Да, плачевная ситуация у нас для ИНа Мидон, Перкунас довольно эффективно дожимает своих оппонентов, не хватает урона, вот банально не хватает урона. Или выживаем в стиле урона, не знаю, что-то одно из двух, очень долго они убивают с вот этого вот бедного плейсика, колупают, колупают, в итоге, конечно, делают килл, но когда у тебя все саппорты уже отраскилены. Да, и Бэтбой, он вот личный скилл неплохой показал, там пытаясь закартить за колонной, ему, наверное, среагировало то, что у него саппорт мимо пробегает в фире, но слишком быстро его убивают. Вот каждый раз буквально он себе три бафа теряет секунду за 20, за 30. Как-то что-то, какие-то проблемы с пати УД, не знаю, но умирает он буквально вот как Ванька-встанька. Три, три-один, правильно? Ничего не попадал. Да, да, три-один, Перкунас, проходят во второй раунд, с чем мы их и поздравляем. В этот раз состав с танками побеждают. Ну, касаемо аниме даун, им не хватало не сколько дэмэджа, сколько, вот я смотрю в целом эту серию и постоянно Перкунасы контролили коней. Постоянно это просто происходило, постоянно держали их в слипе. И именно из-за этого аниме даун оставались фактически без какого-либо дэмэджа. И вот пока кони стоят в слипе, в эти моменты у Перкунаса все идеально. Как только кони и слипа выходят, так сразу же в принципе падает пластик. Но по времени это происходит уже слишком поздно и у аниме даун не особо много шансов оставалось в подобной ситуации. Тем временем присумали на арену команды Кек и The Notorious. Напомним, что Кеки ведут со счетом 2-1. Составы зеркальные сервера тоже зеркальные даже клан у этих команд один. Rise of Abyss парня так не любят. И вообще как получается так, что он проседает первый. В этом раз специально пытались оставить Бишей за спинами максимально, чтобы они на максимальной дистанции хилили и как можно позднее пришли в бой. Теряют плюс кеков. И так как так происходит? саппорт это умирает? Где УД? Почему не нажато УД? Как ты умер, друг? Тем временем на пати УД, которая дается только сейчас перевызывает Лива СКР Магнуса. Там Медуза на 18 человек Занаториусов и ребята только-только из нее выходят. Буквально 8 секунд передышки было у нас у кеков. Они должны были как-то реализовать свое преимущество в виде Медузы, но нет. Лишь раздома какой-то идет по МРД. Но тем временем его неплохо отхиливают, спасают. Вот, вот так Бишоп должен жить. Нету пати УД, но убить его уже секунд 20 не получается. В ответ дается пати УД у нас от Занаториусов, а здесь погибает МРД все же. Но он не особо переживает по этому поводу. Встает, кидает на себя перо, дает какой-то баланс и снова умирает. УД у Натурева закончились и Плиз снова умирает вновь. В этот раз уже без бафа. Вторая смерть для него. Проблемы с маной у Ньюдорн. Интересная игра еще и умирает ЛТУП. ЛТУП. Наверно. с Алестой. Алеста под пером. БРЗ кайтит. Очень много демеджа получает в себя. МРД убивают без бафа у Кеков. Ресует ЛТП. Поднимается Алеста. Алеста падает уже без бафа. БРЗ на земле. Три человека мертвых у Занаториус. Без маны и Ешка КВ, которые надо бы сейчас умирать. Хотя я не вижу там пера, между прочим. Поднимается он у нас БРЗ. Делается фраг по МРД. БРЗ сразу уходит в жесткий фокус, потому что он был вне позиции и его очень быстро уничтожили. Ну и собственно как-то 5 персонажей живых у нас у Занаториусов без маны, кто-то без бафа. Мертвые МРД поднимают хоть там и бафа нету, но пати УД пати УД Кеки успели сохранить, только сейчас его дают и будут под этой самой защитой дожимать своих оппонентов, проходя дальше со счетом 3-1. Поздравляем Кеков, заметь, как уже пати начал распределять эти пати УД, если в групповом стадии там все сжали вот прям поочередно, то сейчас вот если нету демеджа какого-то сильного, не дается эта самая пати УД и выжидается какой-то максимум, когда эта пати УД максимально импакта может внести. Пытаются удивлять, но это и есть стратегия на победу, да, если ты играешь стандартно, так как уже все привыкли, то проще тебя понятно, как играть, а если ты начинаешь удивлять, то тут уже возможны варианты и таким образом Кеки много раз рискуют, я хочу ответить, что они действительно играют очень-очень рисковая команда и риск оправдан, что дико классно, мне там очень сильно импонирует сейчас игра по тебе, буду слить за их продвижением дальше, ну и тут было противостояние один конь по другому, поэтому один выбыл, второй прошел, ничего удивительного. Ну да, было бы... Нашей викторины пока ничего не меняется. Было бы странно, наверное, если бы как-то получилось иначе. Так, а мы переходим к противостоянию Анарчи против Гетфайт. Да, обе команды с Гранкейна, обе команды с Гранкейна, одна из них играет через двух коневодов, это команда Анархи, ну а команда Гетфайт играет вполне. Ну как, можно было бы сказать, что сетап стандартный, если бы мы не видели апостола в их сетапе, они вместо Ешки взяли ППшку и посмотрим, что из этого выйдет. Очень интересные были у них два из команды до этой жесткой групповом этапе, ППшка как оказывалась полным провалом в первом бою, так потом и просто давала жару, посмотрим, будем сидеть именно за игрой этого персонажа, я думаю, будет очень интересно. Да, и у нас все время Гетфайты, загнали они своих оппонентов поближе к стеночке, возможно, это тактическое действие от Анархи, ну и собственно, пати УД у нас на ребят из Гетфайтов, также пати УД у нас, я так понимаю, хотя нет, не вижу я пати УД еще от Анархи, ОПЛВ получает первый блок с щитом, пока что живет, перо на пише команды, Анархи есть. Ну как-то, несмотря на то, что огромное количество дебафов до сих пор, или пати УД просто не отображается, или же где урон, блок есть, есть там пати УД, закидывают, закидывают Magic Backfire, нужно срочно клинтить ОПЛВ, делают это, проседает также Эксбуд, очень много урон заходит под БДшки, но первый падает такие ОПЛВ, Эксбуд пока что еще живет, хороший, между прочим, Бедуза, Медуза ловит и Хуза, и Германикуса, Гетфайт, ответная отличная Медуза также от Анархи, поднято ПЛВ, под пати УД, он живет, нет, похоже, не легла пати УД на Диша команды Анархи, подтягивают сейчас его, пытаются дожать, блок щитом на нем в руте стоит, но и таки убивают его, успели, успели клинтануть, но отхилить уже не успел его, и его коллега Германикус теперь переключается гетфайт на него, кстати, вот да, действительно, Попрошка, это лишний рут, еще кроме всего прочего, очень неприятный персонаж, это апостол, Германикус без маны уже находится, но тем временем все равно отрисывается у нас Арнахи, да, у них проблем с бафом, умирает у нас ОПЛВ, ну и ответ на урон как такового, они особо не наносят, Куба Либра вот только-только сейчас пробивают, убивают ее, думаю, они не особо переживают по этому поводу, рисково, да, Германикус также падает, два хила Анарки на земле, Германикус встает, в это же время моментально падает Хус, прессует ОПЛВ, ОПЛВ без бафа, пока что живет под баночками, маны очень-очень мало у него, и Ешку надо бы как-то резать Хуза, захиливать, забафить ОПЛВ, но ОПЛВ падает, ответы фраг по Думинусу делают Анарки, встает тот под пером, убивает Германикус и уже два хиллера без бафа, в принципе, все, все персонажи поддержки хиллеры команды Анарки на земле, и, похоже, похоже, их песняка в этом раунде спета. Да, здесь, скорее всего, остается часть технической работы у нас от Гетфайтов, добивают они Круэллу, который является у нас элементарным самонером, кстати, где вообще конь Круэлла, мне просто интересно, вот, а, он пытается бегать за Куба Либрой, но Куба Либрой его вообще не замечает и добивает у нас... Внимание, на пони в арке командан Арки просто с фулл ЦП, но без маны бегает, вообще его не трогали, игнорировали, его Гетфайт, что вы скажете про ППшку, особенно просто после этого первого боя, как вам? Да, давай. Здесь у ПП, я заметил, что она очень много прорутала персонажей, при всем при том, он даже периодически проходил, и это нехило помогало, нехило помогало Гетфайтам, плюс ППшка, хоть она и резает довольно небольшим количеством процентов, но на турнире проценты не важны. ПП очень полезно было здесь, на мой взгляд. Другой момент, ППшка именно в этом ПВП может быть зароляет, а вот в ПВП, когда нужно выживать по мане, как это было в ПВП между Бечи и Сагой, мне кажется, там ППшка могла как раз и проиграть тот самый бой, потому что ребята там выживали именно по мане. Посмотрим преимущества этого персонажа и его недостатки в дальнейшем, ну и собственно поздравляем Гетфайтер с первым поинтом в этом ПП5. Да, неплохо сыграно, я думаю, что как минимум придется всем играя по этим Гетфайтер подзадумываться, как же как же обыгрывать эту ППшку, которая очень-очень агрессивно закидывает и блоки и рут на оппонентов, при этом, разумеется, проседают по заливке маны, проседают по резисшоку, вынуждены закрываться вместо каких-нибудь возможно Найтмар сетов до МЖ сетами как-нибудь защищаться от стана, потому что очень-очень уязвимый Гетфайт к этому типу дебафов. И это будет интересно. Мне тоже безумно нравятся подобные эксперименты. Не так много у нас вариативности составов на плей-оффе, тем интереснее смотреть вот за этими редкими, но меткими экспериментами от команд. Четвертый раунд между Скрит, Пати и, да, это жестко, нас ждет Скрит впереди. 2-1. Ну, пока у них, кстати, почему-то 8 персонажей на арене. Чудно был вылет, да, с Connection Скрит, подождем. Ну что, посмотрим, как у нас в этот раз будут удивлять друг друга Пати, это будет действительно интересно, потому что игра в ДД, но это второго состава принесла свои плоды, то есть стандартно по саппортам переиграли Скрит своих оппонентов, а сейчас же после этого у нас удивили, да, это жестко сыграв в танков, что вообще никто не ждал и довольно эффектно сыграли в танк. Ну и в ответ очень уверенно Скрит сыграли в Elemental Summoner. Кто в этот раз будет удивлять и чем? Да, как у нас там с Викториной, кстати, Эллиот? Ну, Викторина уже закончилась, уже полчаса назад так закончилась, голоса больше не принимаются, да, просто закрыться, лидирующий вариант, потому что пройдут пять и более с Аммонер пока что прошло всего два, будем смотреть. А тем временем у нас сдается ДС, вернулся мембер Пати Скрита и собственно ждем. Такая прям тишина. Тишина перед бурей, возможно. Поболею за... это жестко, мне хочется, чтобы эти ребята прям... Первая интрига, знаешь, это была 2-2 и... это было бы интересно. Эти парни действительно удивляют нас своими действиями. Сбережаются команды фактически по центру, сразу же попытались поставить фир, хорошая молния проходит по чудовище, почему-то по СВС решили ее дать, мастер-стихи мгновенно проседают. Посмотрите, куда у нас игнит. Увели просто. Проблема в том, что она направляет Самона очень далеко и Transfer Pain просто не работает на таком расстоянии, ее очень быстро сберевают. Здесь нужно умудряться контролить коня, когда ты видишь, что тебя фокусят, надо его как-то поближе держать к себе, что ли, чтобы не умирать вот так вот. Потому что сейчас убьют и ДК, который там где-то далеко бегает, я не знаю, как-то разделился фокус, он Пинк Флойда пробивает. Игнаты даже не бегут рестануть, все. Не так уж далеко она и мертва, я хочу сказать. Да, но... Горчинки стоило бы сделать несколько шагов от чудовища. Бегает прямо рядом с Игнает, Пинк Флойда не хочет вставать. Но пока два Самонера жестко мертвы, демаджа-то по скриту вообще нет. Ну, а кто его будет наносить? Два дамагера-то мертвы? Вот поднимается у нас Пинк Флойд, перезывает Магнуса, должен сейчас одуплиться, начать кого-то кусать этим самым Мангсом. Он его так направляет, дает гидробласт неплохой по одному из танков, поднимает. Наконец-то у нас Игнит, срочно нужно вызывать, а Мангс у нее есть, отлично, он плевает фарта дэмэджем, но фарт просто езжает венженса, говорит у меня в 9000 МДФа, давай бей. А тем временем пробивает Пинк Флойда, который в этот раз падает без бафа. Да. Без бафа и ситуация, да, это жестко-плачевное, куча дэмэдж заходит по Игнаит, получает рут, где ее конь, нужен срочно трансферплейн, нужно просто хил столба в себя, она ловит паралич, в такой ситуации даже не похилишься. Да нет, вообще без шансов, то есть ты никоим образом не можешь отхилять Вилл, это урон, там ГБХ, не ГБХ, всю ману сольешь, а толку никого нету, потому что ответ на урон ты не наносишь. Там в любом случае отхилять коней не было возможности никакой, потому что посмотрите, обратите внимание на ЦП одного из Бишей, вот Эмми весь бой держит фирий и постоянно гоняет стенку, вы сейчас можете это заметить, это продолжает с самого начала файта. Да, именно Горчинку закидывает постоянно то в Медузу, то в Сайланс, и просто, просто действительно оба Биша не могут помочь ни другу, ни своим ДД. Отличная просто игра у нас от Скритпати, они очень вариативно подошли к нам в ПВП, распределили таргеты, придумали все это на ходу буквально, ну и собственно результат налицо, ну я не знаю, даже что, да, это жестко можно придумать в ситуации, когда им играют ПДД и расконтроливают их саппорт, по сути, я даже не знаю, что вообще можно придумать. в Скритпати переиграли, откровенно говоря, в этой ситуации, да, это жестко, это жестко, прям такой гайд, знаешь, как играть против пати с двумя саммонерами, потому что, ну это просто ноль урона, от, убили премейда, но это, ребята, для того, чтобы у меня мана была, и все, и добивает своих оппонентов, ребята из Скритпати, ну а да, это жестко отправляется в Лузерс, в Брейкет, 3-1, 20 саммонера не прошли, эх, что там за 5 или больше коневодов проголосовал, чуть-чуть ваши шансы падают, но есть еще за кого болеть, среди оставшихся 4-х пар, да, и объявлены у нас первые пары, получается, второго раунда, между собой встретятся в Винерах с Критпати против Хейтсклад, Кеке против Перкунос, а в Лузерах предстоит сразиться, да, это жестко с Шавермой и Занаториус с Аномидон, а тем временем у нас проживает MM Team, в Пати Сайлантас сервера Пагрио против против Курс Дезлинк Скоро Кайна, это ребята, которые сидят на твинках, да, не знаем, кто это, именно много ходит слухов про то, что это за такие жесткие товарищи с Гранд Кайна поговаривают, что это возможно, возможно, Пати Мору зашла, может быть, это кто-то и другие, до сих пор нету достойной информации, если кто-то знает с пруфами, делитесь, потому что сами Курс Дезлинки пока что отмалчиваются. Ну, может быть, они раскроют нам свои никнеймы уже под Кайн с турниров, например, когда его выиграют. Почему бы и нет? В интервью с победителями. Да, да. Там Сомиар у нас отправил Магнус, его просто заслепили, но сразу перезвать, да, он это делает. Неплохой у нас кайт от Курс Дезлинков, какой-то там размен цепками, но ни одна, ни вторая не срабатывает, бах, прилетает Гидробласт, но это, там почти убили СВС из ММ Тим, но вырывается, кстати, инкул, но там отличная Медуза, продамаживаются, у нас почему-то танки, первые страдают, где урон по Флайту Дриму, например, пати УД у нас от ММ Тим, ну а у ребят из Курс Дезлинка пока что этого самого пати УД я не наблюдаю. Есть, если только сейчас он заканчивается, и вместе с ним заканчивается сразу же и НВ один бишоп команды КДЛ. В ответ какой-то урон по Раме, но это не критично, спокойно отхиливается. Нам тим есть также КЖВУ. НВ только-только сейчас встает, находит удачный момент, закидывает на себя перо, риск оправдался. И вполне неплохо кайтит, но много урона, огромное количество урона, его особо никто не бил, но буквально первый дебаф, и он встает в дизейбл, который уже не выходит. Вражали, хочется отметить, что вот сейчас, по-моему, НВ все-таки не спасли, хотя бы были возможности у тиммейтов. В этот раз под пером, однако следующие его смерть будут уже без бафа, и нужно сейвить своего кардинала всеми силами ПДЛ. Это фраг по Раме. Тем временем, Раме действительно довольно долго лежал, поднимается, там как-то разделился довольно файт, кто-то в фире, кто-то в каких-то других дизейблах. Хелберг получает большое количество урона, потому что Пати УД тем временем прожимается у нас НВ, НВ не должен умирать, НВ критично нельзя умирать, много хила в него вливает Илауэй, и НВ в принципе живет. Вот, кстати, ему перепадали Сонг, а то бывает такое у нас, что не передается ДС, и включает он Дивайн Пауэр, довольно поздно, но тем не менее, и вполне себе неплохо отхиливается, и те, и другие живут, хотя Пати УД и в Медузу его ставят, ах, как неудачно-то, отпускают, занимаются другим бешом, хороший свитч-таргет, наверное, убирает один из бешей, но по-моему, у него есть еще перо, а вот ОНВ, все, нет, ни пера, ни бафа. Тем временем продамаживается у нас Рами, Рами погибает, но на нем есть баф, интересный венжинс у нас от Салента, который отправляет на 10 секунд отдохнуть, Флайт УДрима прошибают, вот это да, а... И Минус 20 саппорта у нас у, соответственно, курса Зинк. Как они вообще отрезываются? Давно должны были уже все поумирать, но тем не менее стараются ребята и много дэмэджа по НВ, на нем тырут, на нем башка, у него нет маны, но тем не менее все, что мог, он сделал в этом ПВП. И Лауи также погибает, минус 3 саппорта в размен на 2, поднимается у нас Рами, но и вот так... Бафа, да, уже просто из последних сил встают хиллеры, пытаются жить, но в такой ситуации задача действительно натянуть время, максимально выживать, чтобы твои ДД успели раньше прикончить оппонентов, и похоже, чуть-чуть лучше это удается сейчас команде ММТ, потому что уже 5 персонажей КДЛ на земле, и хиллеров у них уже не осталось. Техническая работа остается для ММТ, Сайланс, похоже, берет перерат. Да, отличная игра от ММТ, но курсы длин держались и очень даже достойно. Возможно, как-то переначать тактики, скилла у этих ребят видно, что хватает, ну и ждем дальнейших интересных противостояний в этой паре. Да, у нас сейчас будет 10-минутный перерыв, мы тоже уйдем на небольшую рекламную паузу, и будет пока возможность проанализировать первые 4 пары, которые сегодня отыграли, и те команды, которых мы сегодня еще не видели. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, у нас пока перерыв 10-минутный, ребят, там чай, печеньки, как в принципе все обычно, ну и ждем, ждем следующих интересных матчей. Стел, как тебе вообще происходящее? Ну, вообще происходящее мне на самом деле очень нравится, и мне в особенности очень привлекает команда скриппати, потому что они адаптируются под своего соперника, и применяют какие-то вещи, которые есть вероятность, что даже не тренировали, как мне кажется. Потому что некоторые мувы, как я думаю, ты сам видел, если первые два боя проходили по одной системе, то оставшиеся два уже были несколько другие. Да, несмотря на то, что скрипт довольно сильно критиковал какой-либо другие стратегии, кроме как фокуса саппортов, говорил, что играть в танков это абсолютно бессмысленно, он был у нас на стриме, кто не слышал этот стрим, не смотрел его, можете иметь такую возможность в записях, интересные мысли были от одного из спелов, участвующих на этом турнире, ну и собственно, ребята очень быстро скооперировались и применили другие стратегии. Я не знаю, вот на месте пати, да, это жестко, стратегии, когда твои саппорты бегают в фире и встают в медузе, а твои ДД убивают. Ну, тут довольно сложно что-то сделать. Еще, я сейчас смотрю турнирную таблицу, команда Перкунос попадет на команду Кек, и Перкунос, я хочу напомнить, что они довольно хорошо держали в дизейбле коней. Интересно, прокатит ли этот номер против команды Кек, потому что там все-таки есть один коин. Да, в скором времени мы это увидим, ну, точнее уже завтра. Так, ребята, наш уважаемый чатик, кто не ушел за печеньками, за чаем и так далее, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, мы с удовольствием для вас все озвучим, все ответим. Что с пати Майвей? А, что с пати Майвей? С ним все замечательно, сегодня, кстати, общался с их пати лидером, замечательный парень, очень позитивно настроен, готов тащить, давить, посмотрим, как у них это получится. Ну, пати Майвей, если мне не изменяет память, они же через отборы проходили, если я правильно помню. По-моему, да, но... И, по-моему, они прошли прямо в часу, не проиграв ни одного своего боя, потому что, по-моему, я те отборы смотрел еще. Вот это я точно тебе не могу сказать, у нас Эллиот главный по всем такой информации, но можно будет уточнить. Так, что у нас там вообще интересного еще? Get Fight против Energy провели один, по-моему, бой, да? ММ Team Cruise is Link, Play Hard, Майвей еще не дрались, и Last Fight против Arena также не дрались. Пати Инстинкта, про который многие все спрашивают, да, будет сегодня драться. Мы в ожидании этого матча, как и остальных, в принципе. Ну, кстати, вообще, в целом, по турниру довольно мало, ну, меньше, чем остальных, пати сервера Шилин. Как ты думаешь, почему оно так? Это довольно сложный вопрос, на самом деле. Там, вроде, в целом, не настолько меньше пати Шилин было, но это бралось лишь пати клан-лидера, самого сильного клана этого сервера. Мы разговаривали с Лакки Найфом на нашем совместном стриме, и он говорил о том, что пати с Шилина, они, в принципе, не привыкли к Дейли, то есть у них Дейли как таковых нету. Да, у нас замесы есть, да, осады есть, а у Дейли пати на пати такого практически не происходит, но, соответственно, опыта какого-то практического у них и нет. Ну, и, соответственно, результаты или желание показывать эти самые результаты довольно минимально. Ну, вероятно, что так и есть, потому что на самом деле я как человек, играющий на Шилине, могу сказать, что Шилин — это какой-то такой отдельный свой мир, чтобы ты понимал, чтобы ты представлял, потому что там как-то все немного иначе, там более, ну что ли, добрая атмосфера какая-то, и меньше люди хотят сражаться, по ощущениям. Но это единственное, что не особо касается Бигвар, хотя и там периодически некоторые кланы, некоторые альянсы заключали между собой мирные договора на время фарма, например, Квены. И такое бывало. Ну вот я и говорю, я просто отыграл и на Гранд Кейне довольно долгое время, и на Шилине на Гранд Кейне все-таки более бойкие ребята, чем на Шилине. Вообще, вспоминая старт сервера и был я довольно-таки удивлен, ну там, не знаю, 40-е, 50-е, 60-е, ловла и так далее, как скиллово отыгрывают много людей именно на каком-то своем личном скилле, и потом эти люди образовывали какие-то определенные пати, и довольно эффективно в этих патях взаимодействовали, показывали себя. Действительно, на Гранд Кейне много скилловых людей было. А может еще есть, не знаю, как там сейчас дела. обстоят. Для Кони неудобная арена. Да, говори. Там вроде по-прежнему довольно много сильных пати, и даже открытие новых серверов Инкосада и Пагро, мне кажется, не особо сильно сказалось на уровне игры на Гранд Кейне. Потому что, например, вспоминая какие-нибудь битвы за Квину, еще в версии 1.0, там где-то в условном феврале-марте 2015-го, ну это, конечно, было нечто. Да, но со всего этого осталось лишь воспоминания и ролики на Ютубе. Было ли интервью, но он он позитировал всякак киберспортин, почему он не пришел хотя бы в 1-8-ое? Я, если честно, не могу тебе ничего сказать на эту тему. Некрасиво. Да, наверное, не знаю, кто это делает. Так, Тяночка, почему это неудобная арена для коней, я так и не понял. в принципе... Готовится у нас перерыв заканчивается меж тем, да, готовятся следующие команды, это будет противостояние последней надежды Шилина, команда Play4Hard и команда сервера по агреу MyWay, агрессор против Флаки. Я что-то прям, не знаю, Звездные войны после последней надежды захотел пересмотреть. Как там по сетапам этих команд расскажите, пока я здесь все правлю. По сетапам команда Play4Hard играет через трех танков, а девятый персонаж видимо пока дисконнектнул, я думаю, он подключится в скором времени, но команда MyWay в принципе тот же самый сетап имеет, да. На самом деле дефолт, по крайней мере, дефолт это плей-офф, да, сколько у нас команд с таким составом, хотя стоп, у нас 7 команд играют через коней, одна команда еще играет с тпшкой, так что получается 8, да, ровно половина команд играет таким составом, но самый популярный состав плей-офф, назовем его так. Разговорил я сегодня около получаса с пати-лидером MyWay, очень классный, адекватный парень с хорошим тактическим восприятием игры, вот, но он говорил, что он довольно уверен с победой, своей команды над Play4Hard, но посмотрим, насколько оправдается его прогноз. Lucky Knife тоже говорил, что они постараются показать все, что, собственно, могут. хотя, конечно, дело скидку на то, что не особо они готовились к турниру, да и подход у них к предыдущему, например, турниру, где они, по-моему, в четверт-финале проиграли 1-2 автошу, был, по сравнению с этим, намного хуже. что, в ожидании мы файта? Вроде. очевидно, еще не зашел, F-U-Hard ждем, дадим небольшое количество турниру, потому что уже заходит. Доходит пару минут. Ух, уже эти загрузки линейки в пару минут. А если еще без SSD? Да, именно так. Сам ты играешь в Lineage 2? Я всегда, наверное, играл в Lineage 2, вопрос лишь от продолжительности этой самой игры. Интенсивности? Да, интенсивности, вот хорошее слово. Ну что, где там у нас мембер из PlayHard? А у вас, как ребята, вообще прогноз на это топ-пати Шилина против одной из сильнейших пати по Агрео? Ну, касаемо ребят Шилина, я могу сказать так, что с несколькими из этих персонажей я выходил на Олимпиаду, бывало, пару раз, и для меня это все заканчивалось очень быстро. Ну, тут скорее, тут скорее, как бы, я слишком плох. Но, в любом случае, пати очень сильная, и я могу сказать так, что на осадах они очень хорошо себя показывают. Тот же самый Юи, он старается держаться, он чувствует расстояние, радиус вот этой цепи, которая может его притянуть, и старается не подставляться. У него это довольно хорошо получается. Это из того, что я конкретно знаю. Касаемо пати Майвэй, я, к сожалению, не играю на по Агрео, поэтому этих ребят я не видел. Много говорили, в принципе, много говорил Silent, что это очень сильная пати, много говорил Squid, что это действительно хороший, сильный пак, топ-2. Ну, их называют, да, ТОП-3 паком, по крайней мере. Squid и Silent, так и, я уж не знаю, кто из них именует себя первым, Squid точно именует себя ТОП-1 паком. Не знаю, насколько в этом плане скромный Silent, но так или иначе, действительно, пати Майвэй, пати-агрессора очень активно тренировались, очень активно готовились Поэтому Уверенную игру мы от них наблюдали Также в основном этапе Я думаю, что настроены они всерьез На высокие места на этом турнире Посмотрим, что получится из-за 2 Ты знаешь, вот эти выяснения Кто топ пати В принципе, никогда же пати внутри клана не дралась За редкими случаями, чтобы выяснить, кто же топ Но примерно всегда на сервере все знали Кто топовая пати, кто топ-2, кто топ-3 Но вроде на поигре Какая-то прям жесткая доминация У клана Сайлента И, собственно, там Все пати хорошо себя проявляют Да, и тогда можно даже не драться Просто на форуме доказывать, что ты топ А, ну так это вообще Без шансов Этот форум Когда у тебя 25 тысяч постов на Гохе Я думаю, всем все понятно, что ты самый сильный И тебе можно даже в игру не заказать Играя даже И такое бывает Там Сид, по-моему, все бафы на перрон Сколько я заметил Что-то мы перестали представлять ребят Но вроде со всеми этими ребятами мы знакомы Поэтому никто для вас не составляет сюрприз Из них Что-то только посмотреть на пати Playful Hard И заметить, что у них логически все находятся на Экмар сетах Кроме, кроме разве что Бишей Который один в ДК сете, да, к Ноксвилл А в это время второй хиллер Башфул в БВ сете Правда, при этом Робби Правда, при этом Робби даже не Лайтсет Что довольно интересно Ну и кстати, они по всей видимости берегут второй пирог Потому что одно пирог они повешали на кардинала Башфул А второго пока не видно ни на ком Если же глянуть на Пати Майвей То у них куда большая вариативность по составу Про большинство То есть, даже все равно находится на Экмар сетах Хотя, если глянуть на Агрессор То он вообще в ДК Робби бегает Такой бесстрашный Дар Кевенджер Начинается бой, смотрим Первый раунд Настояние Майвейс по Агрю Против Playful Hard Шилин Последен где-то Шилина И правда, я думаю, что весь сервер сейчас должен топить за них Убегает у нас у Ефири Наверное, прилетает им Клинс Цепко Переиграл его в Визави Но Бишоп компенсировал это все Сидом Как окружили Сиду Посмотрите, много фокуса по Сиду Но закрывается у нас все это пати УД Клинс решает проблемы с дебафом И в принципе Сид Хоть и в Фири Но у него все, в принципе, замечательно Ну, ребята Медуза от Майвейта Вот сейчас выходит Playful Hard из нее Там триперс наши стояли долго-долго в проличе Ребята Медуза от БДшки с Playful Hard Правда, только двоих он ей достает Сид, Сид живет Боже, на каких храпалях КП его спасают Просто божественный баланс был Несмотря на то, что у него висел МБФ Он им пришлось дать пару ГБХ А тем временем погибает у нас Башфул Кстати Да, опен фраг Первый фраг по команде Playful Hard И Кноксвиль страдает Посмотри, он очень далеко И убивает Кноксвиля И к нему нужно бежать Башфул А его сейчас будет принимать Он это понимает, разворачивается Кноксвиль, скорее всего, дает информацию Что я под пером, поэтому не беги ко мне Ну и тем временем У нас прожимают Сида Поднимают Кноксвиля Тем временем у нас прожимают Сида Но Сид стоит просто ГБХ вся в жал Зафилили Кинга Который атаковал Сида И в принципе все неплохо Но по мане у нас просадка И от Сида, и от Госсрайдера А тем временем уже выбито перо С... Кноксвиля, да? Да, убивает Сида Как раз не спасли Башфул бегает под Сайленсом Тяжело хилить В такой ситуации Еще один фраг по Майуэй Падает Госсрайдер Ставь стоит оба под перьями Минус два пера от Майуэй О боже, и ответные фраги Моментально по Кноксвилу И по Башфулу Кноксвилу уже без бафа падает Неприятнейшая ситуация для Play for Hard Нужно резать последнюю надежную на Ешку А нет, еще Башфул стоит под пером И Ешка падает Ив Переследим за Башфулом Ебу нужно как-то воскрешать свою команду Поднимает Кноксвилу Кноксвилу без бафа Ничем не закрывается Ресует однако Ива Падает Сид у команды Майуэй Но там еще все не так уж плохо Еще есть Есть потенциал Ресует Сида Сид притом прямо тут Под воротами валяется Все на земле Все на ногах Прошу прощения Play for Hard Закрываются Видимо с вами последним УД Заканчивается оно И моментально падает Башфул Сидом падает Кноксвилу И ситуация для Шивина Неприятнейшая Однако Сида они прожимают Да Прожимается Сид у нас Мен мы Довольно малое количество ман У Гострайдера Маны нет вообще И на нем нет пера То есть тут Саппорты и одних и других Выбили из боя Но тем временем Погибает также Варк из команды У нас Play for Hard Раздамаживается у нас Гострайдер Но это ненужный фраг На нем нету маны Ну и Откуда же они знают Да Play for Hard просто тянет время Да Максимально Максимальное Времени выголовно С твоей командой Времени делается Уже шестой фраг На Play for Hard Седьмой Остается лишь только Два Дарк Эвенджера Которые сейчас тоже бывают Падают у Е И лишь только Кинг Сомбра На гаху И Play for Hard 1 Но для Майвэй Да Бой был довольно достойный Равный До последнего Не было понятно Кто победит То есть Ребята Одновременно Выбили Саппортов Друг из друга Ну И Остался там буквально Как ты говоришь Мужицкий бой На руках Кто быстрее Передамажит Из Дамагеров Друг друга Ну Решил В этой ситуации Вот именно то Что Гострайдер Еще Убудрился Сам Там Побегать Протянул Секунд 15 И за это Время Его Его Саппортийцы Прожали Больше Количества Персонажей Из Play for Hard Да Именно так Гострайдер Возможно MVP Именно Этого Боя Ну Что В ожидании Следующих У нас Следующих Оппонентов Собеседника Погромче Сделай Да Кстати Ты был Громче Сталтишь У тебя такое бывает Сделайте Погромче Прилетают На арену Команды Last Fight И Команда Arena Многие Ждали От команды Сегодня Да И посмотрим У нас Как будет Реализовывать Апатия Инстинкта Против Last Fight Но Это Один из Тот Боев Где Коневодов Мы Не увидим Вовсе Зеркальный Состав Да С одной Страны Три танка С другой Но Чьи Танки Более Бронированные И Более Доставущие Дебафающие Демажущие Но Узнаем Уже Совсем Скоро Настояние Лин Хасад И Гран Кайна Нас Ждет Пойти Арена Клан Райс Уф Абис Пати Last Fight Клан Райс И Вот Он Анкаунт Соближаются Команды Ну что Не последняя ли Это команда Райсов Которая осталась В турнире Хороший вопрос Что-то подскажет Кто еще знает Представителей Клана Райс Довольно Агрессивно Начинает Койл Притягивает Его И Собственно Размен Цепками По Агрессии Также Идет Определенный Урон Продамаживает У нас Корма Корм Страдает Но Под Сейчас Следующая смерть Нельзя Умирать Падает Сейвы Были Вот эти Пати УД Перья И прочее Команды Смотрелись Довольно Такие На равных О Между прочим Шайфайр Еще встает Под пером Вот где Вот где Было Второе Перо Ресает Тамейка Продам Уже Нету Бафа Поднимает Также Кейра Ластфайт Еще не готова Сдаваться При этом Хорошую Дали Медузу Кейра Умирает Вновь Без Бафа Дэмэдж По Тамейку Закрывают Щитом Очень мало Успели Накинуть Полезных Усиливающих Эффектов И тамейк Также Падает Ну У нас Здесь Да Смотрелись Они весьма На равных Но закончились Пати УД Закончились Перья И Арена Задавили Где Ответный Урон Хочется Спросить Ну Вон Флэш Убили Да Составы Зеркаля Только Сейчас Умирают Флэш Запоздалый Фраг Запоздалое Второе Перо Выбитое С арены Когда Уже Три Хиллера Гарантированно Мертвую Ластфайт И Камбэк Практически Невозможно Ну Инстинкты Довольно Хорошо Прожимали Весь файт Пару раз Умер Но Тем не менее Вполне Себе Выжил Отхилился Ну И Собственно Не хватило Не хватило Демеджа У нас Ластфайт По своим Оппонентам Переиграли Ребята Из арены Ну Собственно Довели Дело До победного Однако Это только Первый раунд Все еще Впереди У Ластфайт И есть еще Потенциал Чтобы Забирать Забирать Раунды В свою Копилку 1-0 Арена Впереди Да Поздравляем Патин Инстинкта Ну А мы Ждем Тем временем Пока Присумонят Следующих Участников Турнира И это Будут Гетфайт В эти Фануки 1-0 Напомню Команда Авташа Ведет С любопытным Составом Через Апостола Без Жрица Евы Команда Неожиданный выбор Неожиданный выбор Не так часто В принципе Выбирают На этом Турнире Взял Именно его В то время Как Большинство Его Тиммейтов Находится На этом Сетах Сетами Закидывают Серьезные проблемы Со здоровьем Перо Там Оно Было И Пытаются Прожать Куба Либра И Такие Ответы Фраг Есть От Анарки В это же Время Падает Германикус Словил На себе Блок Щита И Просто Вруть И Умер Встают Оба Виша Команды Анарки И Поднимают Куба Либра Закидывают На нее Мистик Иммунити Да Еще Про Мистик Иммунити Не Не Забывать У ПП Есть Полезные Эффекты Этого Персонажа Прожимают ОПЛВ Опять Проблема Проблема Следующая Смерть Уже Будет Без Бафа Куба Либра Также Убивают Давай Бешаем По Одному А Убивает Даймона Между Прочим Прожали ПП Вот Отомстили За все Плохое Что Делал Доминус Также Падает Успевает Поднять Кубу Либра Доминус Падает У него Пока Еще Баф Есть БД Шка Экс Бут Таки Вновь Прилетел Убшед ДК Хависет Все На ногах У Get Fight Куба Либра Умирает Треть раз И в этот раз Уже Без Бафа Жрец Ева Хус Умер Германикус Также Умер И Анарки Без Возможность Треста Остаются Теряют Своего Мастер Мэри Сью На земле Пять Файты Они Просто Бишопа Которого Пытаются Фокусить Держать На большом Ранже Подхиливают Кидают Мистик Комьюнити Его же Отклиншивают И не хватает Действительно Не хватает Урона Даже Скорее Не урона Урон Неплохой От коней А у Дизейбла Дизейбла Нету Бишоп Просто Нарезает Круги Вокруг Всего Файта И Пробить Его Не Получается Никоим Образом Мало того Средняя игра От коневодов Я бы сказал Наверное Так Может Это слишком критично Но у них Очень часто Стоят Магнусы В слипе В каких-то Дизейблах Там никакого Рьюза Абсолютно Коней Не было При всем Притом ППшка У гетфайтов Давала Абсолютно Все свои Скиллы По всей Команде И Ничего Не клинтилось Ну как-то Все Странно Это выглядело Потому что По какому Персонажу Например Не прокликаешь У всех Какие-то Дебафы Висят И Странно Неприятно Честно говоря Нужно пытаться Играть Вот именно Через Дизейбл Через Стан Но можно Посмотреть Что там Доминус В МЖ Робосете Даймон И Куболибра В Болайдсетах Плюс шестых Да И в общем-то Ситуация Неприятная Так просто Непроста Даже С учетом Потому что Шока-то Нету Ребят А чем Ощущу Дизейбл Нужно Дизейбл Быть рутом Но Рута у Гетфайт Больше Они перерутывают Оппонентов И вот там Именно Очень хорошо Заходят руты Как раз таки От Даймона Когда там Заходит блок Щита Еще сверху Накидывается На всякий случай Мэджик Бэкфайр И просто В руте Запинывали В основном Там ОПЛВ Следующий бой Готовится ММ-тим Пати Сайлент Против Против Курдеслингс Гран Кайна Эти самые Ребята На твинках Че Темные лошадки Андердоги Турниров Да Тем временем Они уж Сближаются Здесь В Можестик Робе Я так понимаю У нас Шарфик Да Очень Длительный Старк Эвенджер В МЖ Робе Посмотрим Это любопытно Притягивает Он с импульса Переигрывает Визави Дарк Эвенджер Из ММ-тим Ну и Здесь какие-то Грилки По Маудеру Ну это Не особо критично А тем временем Хелберг Почему-то Проседает Настолько Жестко Вот А это Мы просто Закинули Тодд Интересное Решение Почему Тодд Был Кинут В Дарк Эвенджера Возможно Очень удачный Агр Ну и Косяк От Ребят Из Курс Дезлинг Там У НВ У НВ Столько Дэмэджер Получает Срочно Закрывать Его вторым Там У него Еще Висел Магик Бэкфайр Поэтому Он уже С третью Мана остался Вот И нету Второго Удэ Умирает НВ Здоровье Да МВ Паралич И Мертвый Биш Да И у Лавой Такая же Ситуация Паралич МВ И Привет Сейчас Будет Его убивать Пока НВ Встает На им Снова МВ И Огромные Проблемы Переиграли По Дебафам ММ Тим Своих Оппонентов Просто В салат Вот Этой Фраг Сделали Минус Рами Однако Долго Ресли НВ Один Дого Что Значит Не Дали Сразу На него Перо Пришлось Ресать Умирает Сейчас Серяет Перо И Лавой Остается Без Маны Практически Убивает Также Второго Биша ММ Тим Флай На земле Но Там Второе Перо Много Дэмоджа По НВ И В этот Раз Убивает Без Баф Третий Фраг Очень Неприятно Для КДЛ Ну Да Ситуация Выходится Явно Из-под Контроля Лавой У нас Страдает Как-то Невнятно ММ Тим Под Патю Уда Пока Что Они Закрыты И Прессингуют Оппонент По Максимум Бион Только Выходит Из Слипа Попытается Как-нибудь Разресать Своих А Встает Лавой Еще Папером Еще Все Не так Плохо Ресует НВ Один Как Быстро Запопусят ММ Стрелы По НВ Один Сунга Форф Соходит Слишком Позно И Два Беша Команды КДЛ На земле Без Бафа Падла В это Время Варк Но Это Не так Отлично Следом Падла Рами У ММ Тим Пока Что Без Одного Беша Они Но Теряют Ешку КДЛ Без Хиллеров Остается Коман С Гран Кайна А Рами Подымается У него Полная мана Полная ЦП Он сейчас Будет Раздавать МБФ Отхиливает Свою команду Тем временем Смиар Уже Страдает Рами Притягивает Фири Пытается Зафокусить Но Довольно Малое Количество Дэмэджа Плюс Его спокойно Отхилит Флай Тодрим На том Нет Никакого Либо Контроля Рами Просто Кайтит Все Это Дело Минус Четыре У Его Оппонентов Ну И Как-то Совсем Без шансов Для Курс Дедлинг Флай Тодрим Просто Уничтожает Айсбрейкера Который В ответ Стреляет Бобом Кидает Ему Грелку Прям Не знаю Мужское Пвп Посмотри На это Да И хочется Отметить Что ММТ Доигрывают До конца Продолжают Контролить Там Закидывать Всякие Слип ВСВ И прочее До конца Гейминг Чтобы Не дай бог Не упустить Победу Дожать Оппонентов Иничтожают Вроде бы Ты уже Проиграл А тебя Все равно Полностью Контролить Не даю Что-либо Сделать Ну А как иначе Да Никак 2 0 Пока что У нас ММТ Против Курс Дедлинг Готовится К бою Плей Фо Хард И Майвей Шилен Против Пагрио Раунд Второй Видимо Уже Совсем Созер Скоро ММТ Салин Да Именно Так Прошлый бой Мне кстати В каком-то плане Напомнил Бой Который мы уже Сегодня видели Только Тогда Была команда У которой Не один Конь А два Потому что Было нечто Подобное Проходил он Там же И Исход В принципе Был такой же Переконтроль Нехватка Дэмэджа И По итогу ГГ Да Действительно Плейфул Хард И Майвей На арене Дают ДС Бой Начнется Уже Совсем Совсем Скоро Прошу Внимание Так же Что Агрессор Вновь В ДК Робе Вот По-моему Должны Наказывать За Подобную Дерзость Танка Посмотрим Заметит Заметит Лето И Среагирует Лето Раз Плейфул Хард Агрессор Просто Байтит На себя Я Вроде Танк Но Я Довольно Ватный Убейте Позиционка Небольшая У нас От Другой Команды Плейфул Хард Занимает Такое Пространство Где Есть Колонна И Определенное Препятствие Держится За колонны Ну И Соответственно Оппонентам Агрессор Не хотят Заходить В более Менее Удобную Позицию Ну Собственно Посмотрим Насколько Это Будет Ролять Это Не Маги Которые Перенюкиваются И Могут Как-то Откачивать За колонны Здесь Все равно Тебе Цепко Прилетит Посмотрим Кто Кого Первым Подтянет Агрессор Врывается Подтягивает Кинг Сомбра И Завязывает С собой Такие Май Вей Рвутся Вперед Не Выдержали Пошли В атаку Да Забегают Они В бешей В принципе Удачно Башвул Уже Начинает Страдать Ну И Собственно В ответ Закрывается Пати УД Не вижу Правда Пати Не знаю Один Гос Посмотрим Неплохая Медуза На четырех Прошла Команды Playful Hearts Второе Пати УД Нет Еще нет Второго Пати УД Не спешат Посмотри Как Сидом Занимается Кинг Комбра Очень далеко Нужно Срочно Спасать Своего Саппорта Но Тут Выходит Из Сфера Повезло Немного У нас Сиду Но Тем не менее Его Пытаются Прессовать Довольно Далеко Там Вне Файта Возвращается Он в бой Гос Райдер Тем временем Страдает И умирает У нас Bashful Фраг Bashful На земле Тирает Перо Плей Фухард Несет Первые Потери В этом Бою Он Сейчас Должен Подниматься Не знаю Что он Ждет У него Сейчас Убьют Его Мэйта Уе Чуть Не отъезжает Получая Демаж За всю Команду Под Пати УД Пати УД Мештем Заканчивается На Play For Hard А также Пати УД Заканчивается По Май Вей Кто Ж Кого Прожмет Первым Гострайдер Где Гострайдер Гострайдер Убегает Нет Уе Убегает В фире А Кноксюля Тем временем Убивает Кноксюля Как-то Вообще Очень далеко Разделился Файт Кноксюля Убили Очень далеко Равена Пытается Убить У нас Дизик Который Также Находится Своего Суппорта Да Большая проблема У нас Play Hard Их Саппортов Перебили Ну и Начинает Добивать Уже Если честно Я не знаю Что точно Был потрачено Перо На Башфоле А неужели Ноксюля Держал Перо До последнего И умрет Так его И не потратил Башфол Закинули Второй Перо Был Закину На Башфол Стоит он Сейчас Выждал Момент Получил Сразу По себе Там Ислип Ты видел Паралич Просто В голову В попытке Ресса По Башфолу Ну и Все И Медуза Законтролили Башфол убегает Ловит По себе Паралич Проходит Куча демеджа Подтягивают Закидывают Просто мечом По голове Пантера Кусает Кусь-кусь И уже Четыре персонажа Play for hard На земле А вообще Были какие-то фраги От Play for hard По своему понятному Что-то я как-то Не заметил Нет Они так и не смогли поражать Ни Сида В прошлом Пвп Они очень хорошо Сориентировались В плане того Что они там В 4 дд Подбегали Начинали убивать Бишая У них получалось Делать фраги В этот раз Саппорты И вообще Дамагеры Майвэй Играли немного По-другому Они играли В других Своих Визави То есть Вон и Равен Постоянно был В каком-то контроле Не хватало урона Просто по Сиду Ну и смогли Переиграть Своих оппонентов У нас ребята Из Майвэй Довольно уверенно Надо что-то придумывать Ребятам Из Play for Hard Стел Как ты думаешь Какие Какие бы советы Дал сейчас Честно говоря Честно говоря Смотря на это Мне немножко грустно Потому что Ну Не могут как-то Не смогли Конкретно в этом бою Не смогли Такое ощущение Что сориентироваться Потому что За колонны-то Забежать Забежали Но Вероятнее всего Что это не было Отренировано И За колонны-то Забежали А дальше-то Что делать И По итогу Когда пошел Размен Цепками После этого Танки С той С другой стороны Получили По эфиру И Все по итогу Смешалось И в итоге Что были эти колонны Что не было Это особо Почти никак Не повлияло На руку Команде Шилина Это скорее всего Мне кажется Сыграло им даже В минус Потому что Подрастрялись Такое ощущение Ребята Потеряли еще И хила Очень далеко Но В этой ситуации Что делать Если вы теряете Очень далеко Хила Вы Только вариант Всей командой Идти Пробираться К нему И спасать Потому что Если вы его не рестнете То это уже все Плюс Второе перо Было потрачено Но очень поздно Да Был выждан момент Но этот момент Мне кажется Был выждан Неоправданно Потому что Ну Столько ждать Там уже пол команды Лежит Хил второй далеко Разрезать уже Никого особо не успеешь При всем Притом Да Попытался Но прилетел Мгновенный паралич Но Честно Я не знаю Мне кажется Ребята растерялись Нужно собираться Есть еще Последняя возможность Напомню что В формате Бест оф 5 До трех побед У нас проходит Плей-офф Поэтому есть еще Еще какие-то Призвочные надежды Но плейфу хард Еще остаются А между тем Начинается уже бой Между Арена Тимс Энхасад И Ластфайт С Гран Кайна Неплохие Размены Цепками Вы видели Эту цепочку Просто Агрессу Затащили Через три цепочки В самый-самый Тыл врага И Пытались Ей заниматься Но она получает Клинс Поэтому это не особо Было Эффектно Но Неэффективно Прожимается У нас здесь Пока что По УД Я так понимаю Хромовик Шилин С одной стороны Ну да По размену Пати УД Немного дебаф Че по дебафам Вообще Как-то не особо много Я вижу дебафов На ластфайтах А на арену Тиме Тоже Как-то Ну судя по всему Не заходит ни у них Ни у других дебафа И урон Как-то Заканчивается На ластфайт Нужно закрываться Вторым Очень много дэмэджи По керри Нужно спасать Кейру К тому же В руте Стоит Захиливает Пока что Ее Ну где же Вторая пати УД Вот-вот Здоровье Упадет До критической Отметки Пока выживает Там Томак У нас Слил всю Свою ману Потому что Находится Под мбф Пришлось ему Срочно Хилить Кейру И последнее Все что он Сделал За этот Монопул Это баланс Который спас Кейру Буквально Дополнительную Секунду Встает Она Но в сайленсе Встает Сайланс И только Вот сейчас Закрывается Пати УД И по-моему На кейру Баттлхилить Это очень Плохая Итея Мана Где теперь Ты возьмешь Свою ману Чтобы спасать Своего тиммейта Кейра умирает Опять Да Пытают залить У нас ману Тамейку Который Отрезывает Кейра Кейра Встает Нет Без бафа Будет Рез прошел Но не спешит Вставать Ждет А пока Она ждет Тут уже Тамейк Проседает Делать Фраг По корму Кноу Корм Стоят Пером А По мани По мани Просто пока что Арена Выигрывает Нужно Переворачивать Ситуацию Нужно Нужно Спасать Своих Хилов Закрывается Патию Делать Файт Возможно Это Хорошая Возможность Перевернуть Максимум Дэмеджа По корму Корм Просто бегает И кайтит Отхиливается Отклиншивается И просто За ним Бегает Паровоз Падает Кейра В этот раз Уже без бафа Вновь Проходит По ней Рез Моментально Заходит Паралич Пока Заходит Паралич Встает Томейк Под пером Встает Кейра Под рессом Спасают Шайфаер Падает Корм Без бафа У арены Следом Падает Флэш Но Флэш Встает Под пером Кейра На земле Флэш Голый Флэш Голый А что Случилось Флэш Падает Без бафа Большая Ошибка Видимо В процессе Макрос На смену Поймали Умирает Шайфаер Кейра Поднимают Корма Корма Опять Падает Без бафа Нужно Дожимать Ешку Сейчас Дожмут Мдма Которого Не так уж Много Маны То Можно Будет Свести Все К мужицкому Файту Однако Овер В смысле Варх Патилас Файт С ником Овер На земле Падает Также БДшка И Лас Файт Слишком Многих Потеряли А это Было Весьма Неплохо Я до сих пор Под впечатлением От вот этого Вот Молодого Человека На флэше Который Просто Умер С этого Выстрела И Умер Так же Еще раз Без бафа Да Бывают Такие Казусы Благо Она Казалась Не фатальна Потому что Команда Затащила Приятно Основать Что Тиммейты Смогут Прохрить Твою Спину В такой Весьма Неприятной Ситуации Когда Ты Вот так Сел В лужу Сел В лужу И голый Как там Цитаты Великих Если Не проиграл Значит Ошибки Не было Ну Да Да Можно И так Сказать Только Десять утро На тот момент Пока Ты не проиграешь Там уже Может быть И поздно Поэтому Нужно Делать Выводы Наверное Своих Ошибок Сразу Тех Но Такие Арена Побеждает Второй раунд За ними Last fight В этом В этот раз Жальсь Куда Увереннее Такие Нужно В третьем Бою Собираться Показывать Уже Максимум И Переворачивать Потенциал Для этого Есть Воспользоваться Ли им Узнаем Узнаем В следующем Раунде Да Интересный Бой Значит Вроде Как Не очень Долго Длился А напряженности Очень много Таких событий Которые Происходят Навременно Продамаживаются У нас Беши Которые Неплохо Друга Отхиливают В общем Выглядит Это Эффектно Что у нас Там Кто Следующий У нас Следующий GetFight У нас Против Анарчи Да Их Анарчи Конечно же Их Третий Бой GetFight Выигрывают За счетом 2-0 И всего Одна Победа Отделяет Их От Второго От Прохождения Дальше По сетке Венеров Ну При всем Притом Команда GetFight Играет Чисто Через Танков Против Коней При Этом ПП Очень Много Наводит Жути Я Прошу Всяли 2-0 Жет GetFight Правильно Ведут Да GetFight Ведут 2-0 И Один Раунд Для Победы В этом Противостоянии Ну И что Анарчин Делайте Что-то Если Не сейчас То Когда РСЮ Ловит Слип на Магнуса Будет ли Перепризывать Да Перепризывает Коня Потому что Очень далеко Кадал Столу Врага Да И какой-то У нас Урон По дэмону В этот раз Пытается Противостояние Висит Ох Как хорошо Застанели У нас Дэмона Прилетает Клинс Да И в принципе Потуги По пати УД Довольно Такие Смотри Просто Дэмон Отконтроливает Магнус Круэлла Стоит В руте И просто Просто Не подпускает К себе ППшка Никого И Сомонов Оппонента Также Закидывает И в рут И пантеру Меж тем Опен фраг ОПЛ Вытеряет перо У команд Эмонки Да Прилетает ему Сверху Паралич И возможно Сейчас Сделают Еще один фраг Да Ой Какое Пати УД Какое Откил Сразу Успели В этот раз По таймингу Пытается прожать Дэмона Он под Дэн Лайн Старается Отхиливаться Терн Тон Прожимает И живет В ближайшие 8 секунд Очень удачно Хочу отметить Что Дэмона Прожимают Только Самон Да Он этих Самонов Просто Расконтроливает А вот Сейчас Не удалось Очень хорошая Видимо Критуля Просто Залетела И Дэмон Таки падает Ответ И фраг От Гет Файт Падает ОПЛ Если Мана На Куба Либри Ноль Мана На Куба Либри Если ее Не бить А ее Как раз Пытаются Убить Падает Куба Ментально Встает Есть Теперь Мана Есть Биш Дается Баланс Спасают Дэмона Кто тоже Был близок К смерти Пати Уд От Гет Файт Возможно Это Очень много Дэмош Заходит Паралич И таки Дожимают Биша Падает Вот раз Без Бафа Хиллер Команды Анарки Приняются Сейчас За Германи Куса Который Без Своего Напарника Явно Снавится Легкой Добычей Выбивает Его Ну и Контроль Над Ситуацией Переходит В руки Гет Файтов Отрезает У нас Снова Германи Кус ОП ЛВ Но там Женет Бафа Тем временем У нас Также Падает Хус Ну и Ответ На урон Опять Урон Прилетает По Тем временем За компанию У нас Экс Бут Ну и Добивает У нас Еще раз ОП ЛВ Оба ЕС Тем временем Хочу отметить Что без Маны Ну и Собственно Сделать Что-либо Они уже В этом Бай Не смогут Теряет Теряет Ноприс Германи Пока что Есть у него Еще Баф Еще Надежда На Хус Который Может Еще Поресать Поресить Германи И как Как-то Прожимать Действительно Правда С Маной Огромнейшие Проблемы Просто У Анарки Остаются Хотя У них Ешка Есть Падает Хус Падает Без Бафа Есть Еще ОП ЛВ ОП ЛВ Встает Ресает Экс Бута Это был Масс Рес Потому что Все-таки Этот БД ДК Хэви Меня Не перестает Удивлять Поднимается Германикус Хус Падает Опять Баф Прежнему Нет ОП ЛВ Умирает Последний Надежный Германикус С которым Нужно Тянуть Время Нужно Рес Своих Тиммейтов Пресают ОП ЛВ Жертвы Своей Жизни ОП ЛВ Лежит Теперь Нужно Ему Выжидать Удачный Момент Однако Все Живы В команде Get Fight И Просто Встает ОП ЛВ Закидывает На себя Баночки Моментально Просто Моментально Реагирует Get Блок Щитом Магар И ОП ЛВ Убить Никого Рес В этот раз Не успел Все Таки Это 3 0 Да Очень Уверенная Игра От Get Fight Не Смогли Подобрать Ключик Именно Анархик К тому Как Надо Было Дожимать Своих Оппонентов Возможно Вот Этот Момент Знаешь Когда Куба Либра Осталась Без Мана Может Если Были Стали Ее Убивать Что Нибудь И Получилось У Анархи Но Откуда Ж Они Знали Да История Как ты Говоришь Даймона И Нужно Было Дожать Теперь Беша То есть Был Понятен План Анархи Но Куда Увереннее Все Таки Действовали Get Fight Ну У Анархи В принципе Не Было Возможности Особо Кого Дожимать Потому Что Сейчас Я Хотел Конкретно Весь Бой Пронаблюдать За действиями Коневодов Чем Они Вообще Занимались Грубо говоря Даже Когда У Коневодов Есть Мана Когда Они Не Стоят Дизейбли Не Идет Никакого Ни Перезыва Коней Ни Использования Благословения Питомца Или Как Там Называется Который Снимает Рут Ну Я думаю Что Все Поняли Ничего Не Используется И Они Просто Стоят Один Из Да Очень Хорошо Контроль Гет Файта Очевиден Был План Захейтили Даймона Ппшку Которую Успела Выпить У них Максимум Крови За предыдущие Два Боя Но При всем Притом Не хватало Не хватало У них Дэмэджа Потому что Я просто Наблюдал Конкретно За Даймоном Отправили Просто Самонов И Даймон Очень успешно По Некстаргету Буквально Самонов Одного Слип Ну Нужно Было Атаковать Еще Другими Персонажами Наверное Тогда бы Даймон Падал Куда Быстрее Ну Даймона В первый раз Удалось Уронить Чуть ли Не во второй Половине Файта При всем Притом Когда его Уронили За ним Снова Прицепились Сумоны Он Раскидал Им Рут Слип И Все И он Жил Довольно Спокойно Дальше Чувствуется Да Нехватком Понятное Дело Что Многие Команды Брали Составы Помете Хоть Много Сильных Игроков У нас На турнире И вроде Как умеют Играть Плюс Минус Всеми Это Показатель Сильного Игрока Что это Можешь Съесть На любого Чара И как На нем Отыграть Но Чувствуется Нехватка Опыта На этих Самонах Дарк Эвенджерах Они Своего Чара Хорошо Контролируют Но Самонов На Самонов Рук Не всегда Хватает Не всегда Внимания Хватает Даже Чтобы Просто Заметить Что твой Самон Находится Там Где-то Далековки С такими Дебафами Как на это Отреагировать Тут Вот Именно Скорее Дело В опыте Возможными Стами Игры На конкретном Персонаже На конкретном Классе С Самонами Есть Речь Про Дарк Эвенджеров И Конневодов Play for Heart И My way Уже На арене Забаф Будут Скорые Дэнси Сонги Последняя Команда Ширина Play for Heart Надеюсь Что в этом Бою Они Соберутся Потому Что в прошлом Они выглядели Действительно Очень растерянно Шаги От Падения Блозера Еще Не вылет С турнира Только Завтра У нас Первые Команды Начнут Вылетать С турнира Сегодня Еще Все Зайдут С так С миром С Пищей Для Размышлений Что Сегодня Пошло Так Своих Оппонентов С кем Предстоит Сражаться В следующем Раунде Будут Еще Сутки Чтобы Нести Какие-то Критические Коррективы И перевернуть Ситуацию Для себя В свою Пользу Ну что В ожидании Мы Начало Этого Файта Вот Play for Heart Надо Как-то Что-то Менять И У них были Вроде Неплохие Шансы Первом Файте Возможно Сейчас Они Что-то Придумывают И Начнут Камбэкать Больше Права Наши Смотрю На Агрессора В Докоробе И Говорю Бейте Агрессора Хороший Докс Не позволяйте Ему Так Нагло Бегать В Докоробе Без Ущерба Для Сво Здоровья Слишком Нагло Как Менужно Упражать Может Он Также Поймав По себе Урон И Сменить Сеты И Вот Как Бишоп Команда Арена Попадет Сучит С ним Конфуз В моменте Смены Сета Нужно Нужно Такой Ситуации Пользоваться Нужно Удивлять Оппонента И Нужно Что-то Менять Возможно Это тот Самый Ключ Победе Над Майвей Я бы Рекомендовал Поступительно Так Да Я вам Нужно Удивлять У нас Play4Hard Играть Стандартно У них Не Получается То есть Надо Как-то Выбрать Другую Тактику Ну И Начинается Этот Самый Фу Бой Агрессора У нас Просто Вырывается Первый Сейчас Стеночки Кто Кто Займет Колонну Как будто Услышал Да Может быть Это был Именно Такой Байт В самом Начале Да В итоге Передевает На этом Архиве Может быть Правда Понял Что Не лучше Это Идея В Докоробе Врываться Тем более Что Наведет Свою Команду Вперед С Наиболее Агрессивным Из Не было Насколько Понимаю Пати УД И Собственно Теперь Он Вдыхает Вот Ставит Спира Езает На Сиан Обал Отхиливает Неплохо Еви Но Здесь Проблема Такой Быстрый Опен Фраг Скорее Просадка По Времени Пати Удов Ну И Собственно Страдает У нас Клоу Ноксель Еще Раз Закрылись Пати УД Надо Снимать Снимать Бэкфайер Пассив Сиэшки Не хватает На это время Только Сейчас Проходит Проходит Клинс Пати УД На Майвей Пока Они Живут Сейчас Заканчивается Пати УД На Плей Фу Харт И Вот Дэмэдж По Ноксел Нужно Его Спасать Нужно Спасать Все Силы Весь Столб ГБХ Вливают Пошел Баланс Пока Что Живет Пати УД Закрывается Следующим Плей Фу Но Тем не менее Мы Увидим Это Буквально Через Пару Секунд По Клинс Также Прилетает Урон Но Это Урон Недостаточно Нужно Ждать Пока Упадет Пати УД Клинс Ставит В паралич Подбегает К нему Тайм Начинает Рубить По спине Мечом Не особо Эффективно Зато Агро На него Работает Просто Превосходно Ничего Не делает Этот Парень Но Пати УД Висит А Тем Временем Баф Полностью Безман На нем Башка Нужно Ему Умирать Срочно Чтобы Быть Полезным Фатин Подставляется И Крас Убьют Байтил Байтил На себя Ответ Фраку Падает Сита От Команда Майвей Кубе Команда Уже Оставили Свои Пати УД Максил Падает Второй Следующий Смерть Будет Без Баф Нельзя Умирать Больше Дэмэдж Огромный По Ив Заходит Живет Боже Добивают Еешку На последнем ХП Столько Отхили И сразу Добили Не хватило Надо было Чуть-чуть Раньше Начать Может быть Спасли Башфул Падает Без Бафа Ресают Ив Дэмэдж По Ноксфиллу Поднимают Башфулла Падает Сит В ответ Майвей Башфул Накидывает Себя Ноббл И падает Просто С Нобблесом Пошел Баланс Неплохой Баланс Нужно Поднимать Башфулла Ответный Фраг По Гострайдеру Ив На земле И только Лишь Ноксфилл Уже Без Перев Способен Спасти Команду Плей Фу Хард Падает И он И вместе С ним Команда Падает Бузера На мой взгляд Ну Еще не все Так Конечно Однозначно Но да Проблема У нас Огромная У ребят Из Гострайдера А уже Минус 4 Его Плей Фу Хард Да И уже Под МД Их проходят Раунд Страдает И у него Практически Нету ХП И Комбэк С такой Ситуацией Практически Невозможно Плей Фу Хард Просто Переконтролили Майвэй Очень Грамотно Отрезали От файта Юи На рыцаря Ада Очень Грамотно Также Кноксвилля Просто Зафокусили В самом Начале И при этом Второй Хил Башфул Я хочу Напомнить Он тоже Был Отрезан От файта И Вообще Удивительно Как он Прожил Так Долго И Тут Как мне Кажется Было Чуть ли Не С самого Начала С первых 20 секунд Было Уже Понятно Что Play For Hard Немного Не Вытягивают Здесь Потому Что Их Просто Переконтроливают Это На протяжении Всего Боя Было Видно Что Вначале Что В середине Что Уже Ближе К концу Не Выпускали Еешку Из Эфира Она стояла У стенки Чуть ли Не Полбоя Да Там Какие Моменты Разресывала Но Не Сказать Что Это Было Прям Удачно Ну И В принципе Все Да Ну И Поздравляем MyWay Проходят Они Дальше По Виннерам Команда Последний Нежный Шили Нападает Узираю Там Вот Уже Действительно После этого Шилин Просто Топ Один И Лазеров Это Просто История История Успеха Будет Потому что Можно Фильм снимать По-моему Зараза будет Выграли Просто Невероятно Сложно С лазеров Пройти До Гранд Финала Такие Истории Бывали Да Но Очень Редко А Задет Вопрос Нижней Сетки Тоже Боб 5 Да Весь Плей-офф Проходит В формате Best of 5 И даже Гранд Финал Соответственно Все Дальнейшие Бои Будем Дать До Трех Побед Майвей Курс Deathlink Пагрио Против Гранд Каэна Майвей Впереди 2-0 Андердоги Должны Удивлять Только ММТ Впереди 2-0 Не Майвей Да Конечно Врывается Ну Опять Что Вот Такая Вот Забавная У них Как-то Все Пати Начали Двигаться Именно К этому Пространству Занимают Определенную Колонну Ребят Из ММТ Ну И Собственно Начинается Какой-то Урон Цепки Все Стандартно Врываются У нас В НВ НВ У нас Начинает Уже Страдать Без ЦП В ответ Какой-то Урон По СВС Но Это Явно Не то Что Хотели Быть Ребята У нас Из Курс Deathlink Очень много Дэмэджа Парами Нужно Спасать Нужно Закрывать Пати УД Где же Где же Пати УД От ММТ Сайлант Учного Находится Слип Нужно Будить Сих пор До сих пор Не разбудили Сайлант Только Сейчас Пати УД Наконец Закрывается ММТ И первый Фраг Падает Таким В один Добили Неприятная Стабильность Для Умирая Там Весь Слип Шадрик Отстоял НВ Конечно Кидает Себе Перо Но Явно Начало Пвп Не задается У нас У Курс Дезлинков Продамаживает Снова НВ Также Страдает У нас Илаой Который Уже Практически Без Бафф Без Маны Убьют Сейчас У нас И НВ Рами Тем временем В покое На себя Отхиливать Не хватает Урона Где Урон У Курс Дезлинка Почему Его Нету Сейчас Неплохо Дэмэдж Заходит Майвей В Flight To Dream Таки Илаой Уже Просто Находится Без Маны Бионли Тоже Без Маны Только НВ У которого Мана Была Умирает Станет Сейчас Под пером У него Будет Еще Больше Маны Ну а Толку Поднимается Наконец Умирает Илаой Был И там Перо Там Должно Быть Перо Не стоит Пока Вставать Сайл На нем НВ Фокус От НВ Умирает НВ Умирает Без Бах Устает Илаой Такой Просто Конвейер Раньше Надо было Вставать А раньше Нельзя было Вставать Был Сайланс Очень Неприятная Ситуация Бионли До сих пор Без Мана Где Бионли 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 Просто Нужно Ману Себе Найти Последнюю Нарез Есть Наверное Где-нибудь За углом Надо было Ей Этих Боев Этого Противостояния Победы От ММ Здесь Уже Какого-либо Шанса На Камбэк Нет Смотри Даже С полной Маной Умирает У нас ЕС Он Не смог Себе Реализовать Так Его Законтролили Все Так И правда Очень Неплохо Сыграно От ММ Прожимали Максимально Хилов При этом Контролировали Остальных Тиммейтов КДЛ Просто Не давали Сейвить Не давали Сейвить Сначала НВ Потом И ЛАОЙ Там Еще И Бионли Слили Просто Весь Столб Манны На ГБХ Как только Манна Закончилась Закончилась Собственно И команда Дальнейшие Попытки Ресаться Ни к чему Хорошему Не привели И НВ Он Вообще Полный Ман Умир Ну По Сетапу Казалось Бы У Курс Деслинк Демеджи Больше Ну Если Мы Будем Обращаться Чисто К сетапам Но им Не удавалось Никак Прожимать Никого И Просто У них Больше Половины Команды Умерло Как минимум Половина МП Просто Продержали В дизейбле Переконтролили Уверенная Победа Что ж Ну А нас Ожидает Последнее Нерешенное Сегодня Противостояние Между группами Арена Сенхасад И Ластфайт С Гранд Кайена Арена Ведет 2-0 Ластфайт Должны Дать Последний Бой Команды Появляются На арене Уже с бафом Дается Финальный отчет 20 секунд На поднятие Песен Плясок Арена Красная Ластфайт Синие Между прочим Смотрите-ка Акстерил Ах БД Команды Арена Вообще Вам же Робби Неожиданный Выбор Да Мне кажется Они пранкуют Теперь нас Ну Не знаю Не знаю Да Можно ведь И доиграться Можно Ну Для этого Нужно доиграться Три раза подряд А для Ластфайтов Возможно Это действительно Ластфайт Заближается У нас Агресс Ну Венерав Я имею ввиду ВД ставит У нас Агрессу Сразу Как-то Ее отферяли Какой-то Клинс прилетел Ну и Киару Снова Прожимает Бедная Киара Настрадалась Она уже Не знаю Что Аксу У нас Кстати Стоял В Медузе Ну и Собственно У нас Кирио Уже Научилась Впитывать Да И весь Турнир Прожимают Стараются Играть Именно через Этого Биша Все их Оппоненты Закрывается Патю Дэ Ластфайт Кстати Неплохо Так продамажили В ответ А не Арену Просили И Биши И танк Который Принимал На себя Дэмэдж Очень много Дэмэджа По корму Закрывает Патю Дэ И захиливает Просто Его под Всеми Глубокими Исцелениями Всем Что Только Можно Заливают Столб Хила Да Очень Своевременно Было Дано Патю Дэ Несмотря На то Что Корм Прошла Себя Гбх Под Мбф Из-за Этого Он пострадал Его Монопул Но Тем Временем Он Живет А Его Оппоненты Сейчас Видят Того Что У них Патю Сделал Все Очень Хорошо Но И Покорм Вновь Летит Большое Количество Урона Еще Напатил Дэ И Живет Живет У нас Бешок Хочу Отметить Хорошие Эфиры От Ластфайтов Мгр Просто И Акс Очень Очень Далеко Убежали Только Сейчас Возвращаются В бой Ловят Корма Под Паралич Хорошо Заходит Урон Но В ответ Бывает Кейру А Корм По По-прежнему Жив Боже Как Как Долго Он Живет Кейра Теряет Перо Ну Инстинкту Не Привыкать Наверное К тому Что Хейтит Поэтому Живет Отхиливается Но Чем Временем Вот Сглазила Наверное Убивает Его Умирает У нас Кейра Одновременно С этим Перо А вот У Кейра Уже Вторая Смерть Следующая Будет Без Баф Там Мэйк Также Умирает Кейра Поспешила Вставать Также Отъехала СВ Сыпи Очень много Урон Заходит По Кейре Спасает Там Мэйк По Мане Просел Варк По Мане Просела Ешка Очень сильно Просела По Мане В целом Команда Last Fight Ситуация Для арены Куда лучше Шайфайр Просто садится На попу Регенить Ману Два Хила На земле Вот так Ешка Просидела Просидела Возможно Даже Не встанет Было бы Весьма Немовко В положении Вставая Отправилась Были Лежать Таким Минус Четыре Уже Last Fight Хилов Нету 3-0 Арена Проходит По Венрам Да Очень уверенная Игра У нас На аренде Тим Видно Что Несмотря На то Что не были Сложности То есть Их Переконтролили В какой-то Момент По Дебафам Рандом Не рандом Не знаю Но Тем не менее Очень Хорошая Игра Отхилеров Флэшт Мастерски Отхилил У нас Корма Корм Жил Закономерная Победа Про арены Я еще Что хочу сказать Касаемо Арены Ребята Очень хорошо Прямо Можно сказать Что идеально Чувствуют Тайминг Когда нужно Прожать Пати УД Потому что Мы посмотрели Три боя С ластфайтами И Во всех Трех боях Пати УД Было Прожато Просто Идеально То есть Не придраться Ни секунды Раньше Ни секунды И позже Вот тогда Когда оно Нужно И возможно Что Как раз Это им И позволяет Побеждать Я имею ввиду Не конкретно Пати УД А вот Чувство Тайминга Да Вот такой У нас Бой Между Ареной Ластфайтом Ну Арена Еще Во времена Старых Туртиров АМС Славились Тем Что Во что Во что В тайминге Они точно Умеют Очень хорошо Все контролируют Выручают Друга Сыгранность Опыт Таки решают Даже При равной Экипировке Можно Есть из чего Выжимать Максимум Что дальше Населет Да Закончились У нас бои На сегодня Можно показать Сетку Обсудить Кто у нас Проходит дальше По генерам Кто отправляется В лазера Сказать Что у нас Будет завтра Ну и Подвести Итоги Наши Викторины Да Смотрю На сетку Ну собственно Во второй Раунд У нас Прошла Скритпати Хайс Склад Кек Перкуна С Гетфайт Ммтим Майвэй Арена А в лазерах У нас Встретится Да Это Жестко Шавермой Зен Нотариус С Энами Даун Энерчи Скорз Линг Плейфор Харт С Ласт Файтом Очень Завтра Будет Действительно Жарко И жестко Завтра Нас ожидают Каз-таки Бои Второго Раунда Да То есть Встретится Команды Которые Пошли Винера И команды Которые Упали В лазерами С собой Тоже Подерутся Это Завтрашние Наши 8 пар Также Все Они В формате Best of Five Ну и Те Кто Погравит В лазерах Уже Покинут Наш Турнир Заняв Заняв 13-16 Места Нужно Готовиться И как Повторяюсь Еще Сутки Есть У всех Команд Чтобы Проанализировать Свои Ошибки Получше Изучить Оппонентов Подготовиться Удивлять Мне понравилось Сегодня Что в целом Многие Команды Старались Действовать Нестандартно И тем Самым Зарабатывали Пойнты Может быть Даже Не всегда Побеждали Но Как Минимум Показывали Хорошую Игру Ну и что Хотелось бы Отметить В сетке Венеров Осталось Четыре Команды С Инхасады И три Команды С Пагро И всего Лишь Одна Команда С Грандкейна Шилина Не осталось Там вовсе И как Вы думаете Это совпадение Что вот Именно С новых Серверов Люди Так Смогли Пройти Ну Во-первых Хочется Отметить Что Даже Пошедшие Команды У нас Успели Поиграть И на Старых Серверах Кого-то Мы знаем Смеется И по Грандкейну Ну а Во-вторых Может быть В них Задора Больше Желание Желание Доказывать И показывать Что именно Они лучше Что они Новое Поколение Классика Которая Сотрет Грандкейн Шилина Посмотрим Посмотрим По крайней мере Шлица турнира Точно Есть Шансы Стереть Шилина Уже На грани Вылетая У Грандкейна У Грандкейна Еще Конечно Много Возможности Четыре команды Еще остались Одна из них Виннерах Но тоже Не все Так гладко Как хотелось Бы Ну что Элиот Нам остается Только подвести Итоги Викторина Да Что у нас По коневодам Давайте смотреть Прошли Напомню Команда Скрит Спати Спагру Без Мастер Стихии В своем Составе Хейт Скват С одним Мастером Стихии Да Это Хань Уже Один Есть Команда Кек С одним Мастером Стихии Это У нас Лив Скр Команда Перкунос У нас Без Мастеров Стихии Гетфайт Без Каневодов ММ Тим Без Каневодов Майвей Без Каневодов И Арена Без Каневодов Итого Два Каневода Я ведь Ничего не перепутал Хейт Скват И Кек Только Два Коня Прошли Венера Из Десяти Тоже Показатель Все-таки Танки По-моему Сильнее Себя Показывают Но Стоит Отметить Что Не так Это Критично Команды Которые Проходили Справлялись С танками Те же Самые Хейт Скват Стоит Дянуть На них Что ж За То Что У нас Два Каневода Пройдут Проголосовало Одиннадцать Человек Такое Неровное Число У нас Десять Присот Слушай Давай Пускай Будет Одиннадцать Одиннадцать Кто угадали Среди Тех Мы Пожалуй Разыграем Разве что Я проверю Ну Твинков Поэтому Давай Мы Просто Выберем Двоих Кто Получает У нас Вместе С промокодом Еще И По Редким Шап Зарандомить От одного До одиннадцати Сначала Каску Разыграем Потом Венец А всем Остальным Кому не повезет Как минимум Промокоды Свои на две недели Подписки Они тоже Получат Ну я Разумеется Проверю Человек Тинков Не без этого Тут Знаете Любят Кое-кто Подшульмовать Я готов Рандомить Да Вперед Поехали И Номер два Номер два Это Фулл Троттл Между прочим Участник турнира Поздравляем его Получает Он у нас Провод на две недели Подписки И поисковую Указку Будет Будет искать Выигрышные стратегии Для своей команды Скорее всего Поехали Еще разок Номер пять Номер пять Это Илья 14 91 Это не фейк Сейчас проверяю Нет Все чисто Поздравляем Также Мэйлию Ну и всех остальных Я думаю Стоит озвучить Банг Сегодняшнего дня Это Джокер Два Меча Грейбл Грейбл Лер Сложный Если неправильно Произношу И Айвит Гот Ждите В личку На форуме Я скину вам Всю информацию По призам Ну и на сегодня Мы с вами Прощаемся Жаркое начало Плей-офф Я хочу вам сказать То ли будет дальше Шикарные бои Да, ребят Всем спасибо Приходите завтра Завтра будет Еще жарче Я думаю Ну Всем пока И до завтра Спасибо, что Сегодня пришел Составил нам Компанию Провел анализ Каневодов Весьма Ну достойном уровне Хочется отметить Всегда пожалуйста Всем до скорых встреч Завтра в 8 вечера Здесь же До встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok